Всем доброго времени суток, с вами довольно неожиданный дуэт, записывающий дебютную теорию, а именно Харил Широков и Никита Петров. И долгожданное, надеюсь, долгожданное продолжение обзора славянской защиты. В предыдущих трех видео мы покрыли достаточно боковые варианты, в частности, рассмотрели вот в этой позиции, через вот этот порядок ходов, по тонкости которого я повторяться уже не буду, мы посмотрели вариант слона Ф4, также мы посмотрели вот в этой позиции после конца 3, ДЦ, А4, слон Ж4, такой вот ход слон Ж4, который интересный и связан с весьма любопытной идеей жердой фигуры, но, к сожалению, у белых здесь есть пути для получения перевеса. И также мы посмотрели в главном варианте всего репертуара, вот этого моего репертуара, мы посмотрели здесь шестой ход коня Ф4. Который, на мой взгляд, из трех главных ходов Е3, конь Е5 и вот конь Х4, он наименее опасен. Мы не посмотрели некоторые боковые линии, но это либо выйдет в отдельных видеороликах, либо, возможно, вовсе будет оставлено без внимания, потому что и так получается очень объемный материал. Ну вот, а сегодня вместе с Крэллом мы смотрим, пожалуй, самый-самый опасный для черных ход. Отлично, самый опасный. Да, ход конь Е5. Ход известен очень давно, и вообще позиция известна очень давно. Здесь у черных есть две основные возможности, конь Д7 и Е6. Нашим репертуарным ходом будет ход конь БД7. Е6 мне лично нравится у черных не очень сильно, в частности из-за того, что после Е6 у белых есть сильный ход Ф3, и это действительно главная теоретическая линия. Здесь после слон Б4. Сейчас у меня, вы не видите, но в пожилении у меня этого варианта нет, так что я могу что-то перебудить. Если так, то прошу прощения. Но кажется... Кажется, да. Кажется, Е4. Здесь черные жертвуют фигуры. Длинный, длинный фоксированный вариант получается. слон Д2, ферзь Д4, конь Е4, ферзь Е4, ферзь Е2, слон Д2, король Д2, ферзь Д5, король С2, конь А6. И вот тут после конь Б4 кажется, что... Ну, это популярная линия, в общем, считается... В данный момент считается, что черным здесь не хватает компенсации. И я не смог никак поколебать, собственно, официальное мнение теории насчет этого варианта. Конечно, есть другие ходы, есть ход С5, но это игра на отбой. Мне все-таки хочется рекомендовать что-то более живое. Поэтому и притрарный ход будет ход конь Б7. Ну, конь Д7, на самом деле, белым большого выбора не оставляет. Потому что черные хотят просто поменять коней, потом поменять ферзей, и у них еще в итоге останется лишняя пешка. Поэтому ход конь Б4 практически строго единственный. И вот тут вот большая развилка, и вот уже тут наступает момент, когда я рекомендую не самый главный теоретический ход, хотя тоже достаточно... достаточно популярный. Основной ход Е6, или ферзь С7, и там очень много теории, так любил играть Морозевич. Скажем так, с примерным успехом играл. Но моя рекомендация ход конь Б6. Ход очень интересный. Я его испытывал очень много раз с разными контролями времени, весьма успешно. Ход неплохой. У него нет устоявшегося названия, вот этого хода, этого варианта. Однако, когда-то я встречал название Варан Соколова. Наверное, потому что и сильный игросмейстер Варан Соколов так играл несколько раз в 90-е. Вообще название, может быть, не самое логичное, потому что были и другие шматисты, которые этот вариант применяли, но будем называть его Варан Соколова. И вот после конь Б6 уже начинается первая серьезная развилка. Практически всегда белый играет конь Е5, и конь Е5 где-то в 9 из 10 случаев ход делает против меня. Однако у белых есть и другие возможности, которые они применяют редко, но некоторые яд в них присутствуют. Вот, в частности, я думаю, что стоит начать серьезное уже рассмотрение теории с хода Е3. Ход крайне редко встречается. Вот я сейчас, по сожалению, вы не увидите, на крыло я покажу, что вот в моей девятной книжке ход Е3 встречается, ну, примерно в 100 раз реже, чем основной ход конь Е5. Но, тем не менее, ход достаточно ядовитый. После Е3. Тут какая идея. Обычно в структурах подобного типа, за счет того, что белые ходом А4 на ранней стадии партии создали себе слабости на ферзевом фланге, белые при спокойной игре и вообще при ходах ходе Е3 обычно претендовать на серьезный перерез не могут. Однако тут есть свои нюансы. Дело в том, что черным выгодно такое изменение структуры, что им выгодно провести А5, дабы зафиксировать слабость на Б4. Но я думаю, Кирилл вообще понимает, о чем идет речь, потому что у нас много раз в лицушках с мастерами встречалась похожая позиция на самом деле. Это было крайне скучно. Да, мы играли А5 и чаще всего черные получали в итоге небольшой перерез и переигрывали. Ну вот, а после... То есть если черным удастся провести А5 и белые сразу не захватят центр, обычно уже черные играют и борются за преимущество. Но после Е3 нюанс заключается в том, что ход А5, который стратегически очень привлекателен для черных, он, видимо, не совсем работает из-за хода ферзь Б3. И тут на КБЦ4 и СЛОМБЦ4 двойной удар на Ф7 и на Б7 черные, видимо, несут материальные потери. То же самое касается промежутка КБЦ4 и СЛОМБЦ4. В целом... А компенсации от этого не дабы вынести никакой? Там атака, ну, бешеная. Мне кажется, самая перспективная позиция под Е6. Ну да, и вот здесь Е6 как-то побыстрее развить, СЛОНА, ну, то есть, да. Отдать ей вот здесь ПЕшку, как-то СЛОНА вывести. То есть как? Ну, как-нибудь, может быть, пойти... Ну, вот как-то защитить на С6 сначала. Ну, в общем, здесь нет никакой компенсации, откровенно говоря. Почему? Ну, потому что, чтобы защитить на С6, надо сделать ужасно корявый ход. Ну, белый, предположим, даже вернуть ФЕРЗЯ домой. Ну, сейчас СЛОМБЦ6? Ну, корневую... Все, классно. Корневую... 2-0, СЛОМБЦ2 будет, 2-0 не надо, но будет Ф3. Корневую пешку ты отдал. И белые сейчас Е4 проведут. Дыры на ФЕРЗЯМФЛАГЕ, компенсации никакой. То есть... ФЕРЗЯМБЦ7, может быть? Да, но обычно мы хотим получать вот такие позиции с пешкой на Б7, и они примерно равны. ФЕРЗЯМБЦ7, там в ЖЖ3... Ну, хорошо. СЛОМБЦ3... Хорошо, это не стоит допускать, потому что там действительно будет какая-то атака. Ну, Ф4. Ф4, СЛОМБЦ4? А, СЛОМБЦ4. КОЙНЖ5? КОЙНЖ4, да? Ну, это какие-то жалкие попытки. А, СЛОМБЦ3. В общем, ты получил явно худшую позицию, видимо, близкую к проиграну. Ещё не факт, что... ФЕРЗЯМБЦ3 может быть чрезмерно болезливый ход. Можно ракеровать сразу. Чёрному белому ФЕРЗЕМБЦ3 пока ничего не грозит. Это чё ещё раз спекулятив, на мой взгляд. А вот... То есть, после промежуточного размена, чёрным хотелось бы сыграть А5, но это опять наталкивается на ФЕРЗЯМБЦ3, примерно тем же самым. Поэтому моя рекомендация на ход Е3 будет ход Е6. И всё было бы с ним хорошо. То есть, на какой-нибудь медленный ответ вроде СЛОМ Е2, чёрные просто выбивают, играют А5. Тут уже ФЕРЗБЦ3 без... Ну, тут их темп потерян. Да, и тут, в самом деле, чёрные стабилизируют подлицу, и у них просто, наверное, чуть лучше уже. Поэтому СЛОМ Е2 ход крайне беззубый. То же самое касается практически любого долгого спокойного хода. У белых есть только один серьёзный ответ, на мой взгляд. Это ход А5. И, кстати, на самом деле, вот этот вариант я готовил одним из последних для данного видеоролика. Буквально сегодня, на самом деле, я перепроверял этот вариант. И мне не казалось лёгкой задачей вот здесь найти уравнение за чёрных. Однако кажется, что вроде бы всё-таки всё срослось. Ну, чёрные, наверное, все должны брать. Белые берут. И вот тут вот я очень долго пытался заставить работать ход СЛОМ Б4. Сейчас я буквально вкратце покажу, какие примерные варианты могут возникнуть после СЛОМ Б4. Дело в том, что положение пешки на А5, оно очень выгодно для белых. Оно стесняет ферзи и фланг чёрных. Теперь слабость поля Б4 не так заметна. И, в общем, всё было бы для белых неплохо, если бы не ход СЛОМ Б4. Вот именно этот ход я пытался заставить работать за чёрных очень долго. Но всё-таки не смог найти полного уравнения в варианте Ферзь Б3. СЛОМ Б5, Ферзь Б7. Два ноля. Два ноля. Да, покажу, что на Ферзь С6 есть вот такой вот двойной удар. Там, верно, надо продолжать, но не буду заострять на этом внимание. Я выложу по ЖН, прихреплю к данному видеоролику. Если кому-то очень интересны данные хитросплетения вот этого варианта, то, конечно, может посмотреть. Особо длинных линий у меня нет, но, тем не менее, всё лучше, чем слушать на протяжении двух часов наши унылые голоса. Ну вот. А после два ноля чёрные, видимо, должны играть Ферзь Б6. Если тут Ферзь Б6, то АБ, и у чёрных нет проблем, но компьютер показал хитрый ход Ферзь А6. Если тут меняться, то у чёрных уже немножко слабовата структура. Поэтому главный вариант продолжается СЛОМ Б4, Ф3. Тут можно сделать практически любой ход. Ладят Д8, СЛОМ Ж6. Чёрных, наверное, нет больших проблем. Скорее всего, они рано или поздно проведут С5, и структура подравняется. Но всё-таки это немножко игра на отбой. Некоторые другие варианты тоже будут игрой на отбой в данном видеоролике. Но это немножко чересчур пассивно, по моему вкусу. Поэтому СЛОМ Б4 не является моей рекомендацией. А главный ход — это СЛОМ Д6. Ну, главный только с точки зрения моих анализов. Во-первых, я думаю, сейчас Крилла порадует один вариант. Ход СЛОМ Д6 содержит вот эту идею СЛОМ Б4 на 2-0. И ещё позиция выглядит так, что белые, кажется, могут допустить от СЛОМ Б4. На самом деле там всё не так очевидно. Основной ход за белых Ф3 мы его посмотрим. У чёрных там нет проблем. Потому что Ф3 — это всё-таки в некоторой степени потеря темпа. Поэтому начнём обзор тут с хода 2-0. Всё, давай, накидывай. Да, чёрный бьёт на H2. Иначе у белых перевес. То есть тут достаточно у чёрных узкая тропинка. Кроль H2, конь G4. Разумеется, Кроль G1 играть нельзя из-за ферзер H4. Да, это... Кроль G3. Этой комбинации, я думаю, лет примерно... 600. Ну, где-то так, может быть, чуть-чуть меньше. Да, поэтому единственный ход, Кроль G3, как всегда, в этих позициях. Ферзь G5. Е6 или Е4? И кажется, что... Да, на Е4 конь Е3 выигрывает. Это тоже типичный приём. И кажется, что всё. Белым, как бы, летаверно, стали тяжёлые времена. Однако, белых выручает тут вот такой вот неожиданный ресурс. Конь Е4 и Ферзь G6. Если брать, то... Ферзь G4, белый отбивается. Ферзь G6. Кажется, что все угрозы сохраняются. Тут конь лезает на Д6. Кроль Д7. Идут обоюдные атаки. И после Ферзь Б3 я довольно долго вертел эту позицию с компьютером. Но за чёрных я не нашёл ничего лучше, чем довольно красивая ничья. Она достигается путём конь Е5. Вскрытый шаг. Кроль Х2. И тут конь Е3. Брать коня надо. И чёрные просто дают личный шаг по полям. Ж5, H5 или Ж6, H6. В общем, по любым полям по линиям Ж и Аш. Довольно забавный вариант. И белым, конечно, не так легко ещё найти эту идею с конь Е4 и конь Е6 в реальной партии. Однако, с точки зрения как бы дебютной истины, я думаю, что ничья за чёрных без усилий на выходе из дебюта должна считаться хорошим результатом. Если же она вас по какой-то причине категорически не устраивает, вы можете либо играть с ломбой 4, либо всё-таки играть вот этот вариант, бить на H2 и надеяться, что соперник не найдёт вот эту защитную идею конь Е4. В целом, шансы на это есть. Поэтому, объективно, с теоретической точки зрения, ход 2-0 для чёрных не опасен. И более неприятный ход — это ход F3. С идеей захватить центр путём Е4. Кстати, Е4 ещё создаёт после этого угрозу Е5 с вилкой. Тут проясняется вторая идея хода чёрных слон Д6 — это Е5. Самим Е5. Да, тут Е4 за белых не очень выгодно из-за еды, позиция чёрных хорошая. Поэтому надо брать на Е5, брать на Д8. Сначала я думал, что белые могут здесь бороться за небольшой перевес. После Е4, слон Е6, размен-размен слон Е3. Приглядевшись к этой позиции и подвигав её с компьютером, как, в общем-то, я обычно анализирую дебюты, я пришёл к выводу, что вот здесь есть точный ход с на Д4. Несмотря на слабость на Е6, у чёрных все фигуры активные. На Б2 тоже пешка особой силой не блещет. И чёрные достаточно легко здесь удерживают равенство. Более того, в целом, тут ещё достаточно много фигур и достаточно много обоюдных слабостей, чтобы более слабого соперника можно было переиграть. Ну вот. На самом деле, с этим рассмотрение хода 8 Е3 можно заканчивать. Ход очень редкий. Ход в целом не ставит при чёрном каких-то запредельно сложных задачах, в плане выживания в дебюте. Но если не сделать вот этот точный ход слон Д6, можно не уравнять. Защищать чуть худшую позицию. Другое дело, что вот что мне нравится в этих вариантах славянки, что даже чуть худшие позиции, они такие, что чёрные не проигрывают сразу никак. Белых нет прямого плана решающего усиления, то есть даже не получили чуть лучше, захватили центр, у чёрных нет плохих фигур, у них нет явных пешечных слабостей, и бороться можно. Ну и к тому же я всё-таки предложил тут, на мой взгляд, достаточно конкретный путь достижения равенства. Так, Е3 это была наименьшая из наших проблем. К ходу Конь Е5 мы перейдём в последнюю очередь, это займёт ливинную долю этого ролика, по времени, я думаю, примерно полтора часа. А сейчас нам ещё надо рассмотреть ход Конь Е3. Ход Конь Е3, согласно моей дебютной книжке, встречается чаще, чем ход Е3, довольно значительно, аж на... Два рау. Ну это тут немножко не все партии приведены, но в общем, на самом деле, не так значительно, как я думал. Я прошу прощения, сейчас нажал не ту вкладку и подвесил, подвесил свой честбейс, так что поставлю видео на паузу. Просим прощения за технические трудности. Один. В общем, возвращаемся мы в эфир, технические неполадки устранены. Остановился я на том, что Конь Е5 будет рассмотрена в последнюю очередь, а сейчас вкратце осветим ход Конь Е3, который тоже... Очень коряво выглядит. Тоже иногда встречается, да, выглядит коряво, однако против меня так играл один из членов нашей группы, если я не ошибаюсь. Вова, Вова, да? Нет, не Вова, точно не Вова, я просто не совсем уверен кто, но помню, что в наших турнирах вот эта позиция черными играла, я играл слон G6. И кто-то там огребал, да? Причем помню, ну кто-то огребал, да, ты прав, огребал я. Вот это я точно помню, как-то я в итоге выхватился, но позиция у меня была незавидная. И поэтому я подготовил, ну и то, что прям усиление, но другой уход, который приводит к другому типу позиции. Мне он нравится, скажем так, с идеей на точке зрения. Белые уже сыграли, вот сейчас я попробую стрелочки нарисовать. G1, Конь F3, Конь E5, Конь C4, Конь E3. Теперь они хотят вырубить слона, чтобы оправдать вот этот маневр. Или хотят вынудить нас, потерять темп на ход слон G6. И вот тут мы, как бы, игнорируем все вот эти поползновения, играем E6. И кажется, что белый маневр оправдался. Конь F5, EF, и даже они испортили нам пешки, то есть пешки сдвоенные, вроде бы все хорошо. Однако, если кто-то осилил мой предыдущий ролик, мой с Олегом, по ходу Конь H4, вот эти люди, которые все-таки осилили, они знакомы с этой структурой. Она возникает после них ходов Конь H4 и E6, в другом варианте. Возможно, некоторые люди понимают, о чем я говорю сейчас. И там мы пришли к выводу, что у черных неплохая игра, а эта версия мне нравится даже больше, потому что белые уже сделали ход A4, который сильно ослабляет поля на ферзьевом фланге. И, к тому же, если не ошибаюсь, по сравнению с тем вариантом, белые где-то на полтемпа, может на темп, отстают в развитии. Тут рекомендация компьютера, первая линия компьютера, это ход G3. Однако, и мы его посмотрим в первую очередь, однако, на мой взгляд, ход G3 не очень опасен. После G3 черные просто фиксируют структуру на ферзьевом фланге. Это типичный прием, он повторяет его много раз. Слон G2, слон B4. И, обратите внимание, нестанно, что у белых два слона, слон C1 особо некуда себя деть, и у черных нет ни одной плохой фигуры. Более того, в ближайшем будущем они будут оказывать давление по центру. 2-0-2-0. Уже у белых нет такой простой игры, то есть неправильно, что здесь делать. Слон D2 так легко не сходишь из-за ферзи D4. Более F4 неустойчиво, потому что попадает под конь D5. Слон G5 неустойчиво из-за F6. То есть слона этого развить нелегко. Ферзь D3 особо ничего не меняет, потому что после ладей E8 пешка F5 не то что отравлена, но радости в ней немного. То есть даже эта позиция достаточно хороша для черных. Ну, к тому же черные могут не мудрить просто сыграть G6. В любом случае структура достаточно приятна. Так что с идеей на точке зрения G3 не очень опасно. Ход, который более опасен, это вот вместо G3 десятый ход A5. После конь BD5, раз уж белые сыграли A5, создали на какой-то короткий момент себе тактическую слабость, то есть теперь черные подграживают ходом с ломба B4. Имеется мысль сыграть A6 и прорезать всю пешечную структуру черных на ферзьевом фланге. Ну так не обязательно B6. Но надо что-то делать. Есть ходы B6 и B5, компьютером они оцениваются примерно на равных, но мне B5 нравится намного больше. Белые прилично стали в развитии. Да они 600 раз пешка сходили. То есть да, тут с G3 особо уже не забалуешь, там слом B4 и ход неприятный. Поэтому надо как-то срочно заканчивать развитие более, скажем так, консервативно. Однако вот тут после 2-0 слон Е2 я призываю обратить внимание на эту позицию, потому что если черные сейчас начнут играть спокойно, как у НТО Е8 2-0, то рано или поздно слабость пешки C6 может сказаться. Еще C5 так легко не проведешь, потому что тогда она блядь отвалится. То есть стратегически в позиции черных есть некоторый риск. Поэтому мне после слона Е2 очень нравится такое конкретное решение слом B4 C3 Bc и конь Е4. В целом выглядит не очень логично, но черные конкретно пристают только к слабости. На C4 просто происходит тотальный размин после конца C3. Взяли, взяли, взяли еще раз, но и тут у черных явно нет никаких проблем без наличия легких фигур в позиции. То есть даже, по-моему, такой уход есть F4 сразу. Просто подходит аннигиляция всего материала и позиция близка к полному равенству. А если белые пытаются поддержать напряжение, сыграть вверх C2, то у черных есть такой уход для C8. В ближайшем будущем они просто проведут C5. И, опять же, весьма вероятно, что слабости сторон друг друга нейтрализуют. На самом деле, мне даже немного больше тут нравится позиция черных. Если по каким-то причинам вас не устраивает этот ход с ломбит C3, есть другое решение, опять же, достаточно конкретное, ход F4. Черные пользуются тем, что белый король слегка расположен не там, где ему хотелось бы. То есть, если сейчас дать пробить на E3 и сыграть ладей E8, черный будет просто лучше, поэтому белые должны разгружать позицию, например, так. КД5, слон Д2, Ферзь Д2, Ферзь Д5, 2 на ДА. Почему Ферзь, аманика, ну, конечно, перспективно. Да, но КД5 наталкивается на E4. А, его неудобно славая. Поэтому Ферзь Д5, конкретная угроза, создана Ферзь Бют G2. На слон Бют F3 есть уже КДЕ4, там в конкретике черный держится, на Ферзь C2 F5. Хорошая позиция. Поэтому 2 0, тут FE, FE. И я не... КДЕ4. Да, КДЕ4 есть, есть просто ход Ладей E8, у черных неплохая позиция, КДЕ4 стабилен, но все-таки они рекомендуют играть черными, на мой взгляд, этот вот ход слон Бют C2 в этой позиции более огнеупорный, и мне он нравится больше. Таким образом, я на самом деле очень серьезно рекомендую в этой позиции играть не слон G6, а E6. Во-первых, этот ход очень редкий, ну, собственно говоря, согласно вот моей дебютной книжке 2012 года, этот ход вообще ни разу не делали. То есть, он находится на, кажется, на втором месте среди компьютерных линий тут, но его не делали ни разу, а ход очень идейный, очень в стиле тех вариантов, которые я рекомендую вот на протяжении всей вот этой серии видеороликов. Однако, опять же, куньеты эта проблема небольшая, так против вас будут играть один раз из десяти, если создастся вот эта позиция. И вот только сейчас мы переходим к рассмотрению самого, самого главного хода за белых с большим запасом того хода, который против вас будут делать чаще. Также, на самом деле, кобию Б6 я даже серьезно не упоминаю, потому что черные достигают всего, о чем они вообще могут мечтать в этом варианте. У них более компактная петочная структура, разменена одна пара легких фигур, что для них выгодно, потому что в будущем у них будет немножко меньше пространства, и в этом случае размен для них выгодно. Нет ни одной плохой фигуры, но Б4 слабость. Ну и к тому же немаловажный нюанс, что КНБ6 не играл, по-моему, опять же, вообще никто за белых. Ход не самый удачный. Другое дело, КНЕ5. КНЕ5 создает серьезную позиционную грозу А5 с развалом нашей пешной структуры. Поэтому... в данном ролике у меня довольно забавный напарник, он в любом дебуте, в любой позиции видит жертву на Ф7. Ну смотри, белые готовы. Хорошо, белые готовы, не знаю к чему. В общем, КНЕ5. Останавливает я ходу, потому что белый просто убирает коня из-под консмена и теперь грозит А5. На мой взгляд, ход черных практически строго единственный. Это ход А7-А5. Черные таким образом фиксируют ту пешную структуру, которая им нужна в этом варианте. Опять же, со стратегической точки зрения у них весьма неплохо. Но у белых есть ряд активных планов, которые мы сейчас будем рассматривать. В последнее время на первый план в этой позиции вышли ходы Ф3. Ну, Ф3 это сейчас главный ход, поэтому мы будем смотреть его в последнюю очередь, разумеется. В той лишь цели, чтобы наш ролик смотрели от начала до конца. Потому что большинство людей, которые реально интересуются теорией данного варианта, в первую очередь интересует решение проблемы с ходом Ф3. Ф3, в частности, недавно рекомендовал на довольно известном англоязычном сайте ЧЕС-24 космористе Лиан Густовсон. И мы будем разбирать только со стороны черных тот вариант, который он рекомендовал со стороны белых. И мне кажется, что я нашел там ряд усилений с помощью компьютера, разумеется. Но, опять же, это будет в последней части ролика. А также у белых, кроме Ф3, здесь есть ходы Ж3. Ход Ж3 был главной линией на протяжении лет 20-ти, наверное, с 80-х по началу нулевых. Потом ход ушел на второй план, потому что он ставит перед черными недостаточно много проблем. Есть новый модный ход Слон Ж5, который рекомендует Ларс Шандорф в своей очень хорошей книге, посвященной Эпектуару Забелла после Д4. После Слон Ж5, кстати, тоже я ни в одном из существующих теоретических вариантов не нашел за черных четкого уравнения, поэтому я предлагаю новинку на девятом ходу. Возможно, кому-то это будет интересно. Также есть ход Е3, который делают очень редко, но так играл Грещук, и ход довольно неприятный. Что еще не покрыл? Назвался Слон Ж5, Е3, Ф3 и Ж3. Ну, собственно, да, вот это все ходы. Слон Ж5, Е3, Ф3 и Ж3. Ф3 самый опасный. И тут, Крилл, у тебя есть выбор, какой ход мы смотрим в первую очередь. Только не Ф3. Ф3 в любом случае идет в конец. Конь Ф7. Конь Ф7? Хорошо, давай посмотрим Конь Ф7 в первую очередь. После Конь Бет Ф7, Кроль Бет Ф7, белых не хватает фигуры, их позиция проиграна. Теперь ты можешь выбрать второй ход. Ну, давай Ж3. Ж3. Ну, да. Ж3, вот сейчас я Криллу покажу, что, на самом деле, даже, возможно, до сих пор самый популярный ход, но, опять же, в основном на основе старых партий. После Ж3 черные научились здесь бороться с небольшой инициативой белых, причем здесь у меня особо никаких новинок и революционных идей нет, потому что я считаю, что черные в основном варианте тоже держатся весьма неплохо. Ну, черный играет Е6, слон Ж2, слон Б4, все это довольно стандартная игра, 2-0-2-0. По сути, ее тоже негде усилить. Ну, в подавляющем большинстве партии белый тут играет Е3. Так, не успел сломать систему, к счастью. Белый играет Е3. И черные здесь пробовали разные ходы. Мне нравится H6, на самом деле это основная теоретическая рекомендация, эффект Е2. В целом, подобные позиции мы будем видеть в одном из следующих видеороликов, который будет посвящен шестому ходу Е3, вместо конь Е5. Подобные позиции мы уже видели во второй части видеосерии, которая касалась хода слон Ж4, вместо слона Ф5. Ну, в взгляд, у черные не испытывают серьезных проблем. То есть, слон Х7, Д1, это главная теоретическая линия. Ну, единственное, вот тут на 14-ом ходу я предложил небольшое, предлагаю, точнее, небольшое усиление, возможно усиление, может быть, я что-то неправильно понимаю. Дело в том, что после, в основном, черные играли конь Ф на Д7, проверяя коня на Е5. Однако, после конь Ф на Д7 у белых есть сильный ход, и они довольно часто его исполняли, ход конь Д3. Черный, даже тут нет больших проблем в позиции, но, все-таки, может быть, небольшие трудности сохраняются. Поэтому, я предлагаю за черную делать ход конь Б на Д7. Ход встречался в разы, в разы реже. Ход неплохой. Три. Ну, три это достаточно проречен. Ход неплохой. Сейчас я поясню, в чем тут идея. Дело в том, что если белые по аналогии с предыдущим вариантом играют конь Д3, то вот тут есть сильный ход ферзь Б6. То есть, черные игнорируют угрозу слона на Б4. Обратите внимание, если играть конь Ф на Д7, конь Д3, ферзь Б6 хода нет, просто по той причине, что это поле занято. В этом разница. И тут я не смог за белых найти сколько-нибудь разумное продолжение. Черных просто следующими ходами хотят поставить ладий по центру, ладья Е8, ладья Д8, провести Е5, а конь Б4, в данном случае, с ферзь Б6, наталкивается на АБ, и белым крайне неудобно, несмотря на то, что они как бы получили преимущество двух слонов, белым здесь крайне неудобно раскручивать свои фигуры при таком их расположении. То есть просто кунь Б4 АБ у черных просто заметный перерез. Опять же, это в некоторой степени косметическое усиление, и конь Ф на Д7 вместо конь Б на Д7 тоже больших проблем черным не сулило, однако все-таки я рекомендую конь Б на Д7. И здесь я считаю, что конь Д3, как раз ввиду, ферзь Б6 это не сильнейшее, а самое отдельное за белых это конь Д7. Опять же, такой небольшой момент, возможно, многие это понимают, однако стоит уточнить. Дело в том, что хоть после конь Ф на Д7, хоть после конь Б на Д7 черные создали позиционную угрозу конь Б5. Возможно, это одна из причин, почему конь Б на Д7 играют реже. При том, что белые пропустили ход, и как бы из общих соображений сейчас брать на Е5 не хочется, потому что не очень прикольно. Как бы двойной удар на конь Д5 у черных есть ход конь Д7, белые ничего не могут излечить от этой связки. Следующим ходом ферзь отойдет, а вот такая вот структура, поверите моему опыту, а также опыту многих людей, которые играют за черных, она очень приятная для них. В общем, ферзь уходит на Е7, конь идет на Ц5, ладис отдают по центру, слон на Аш7 очень сильный, слон на Б4 очень сильный, конь на Ц5 очень сильный. У белых слон на Ц1 пассивный, слон на Ж2 пассивный, убирается в пешку Ц6. Слон на Б4 не очень сильный черный. Слон на Б4 неплохая фигура и она занимает очень хорошую клетку. То есть создает по крайней мере трудности белым. А вот основа Ж2 и основа Ц1 вообще никакого толку. То есть на мой взгляд здесь именно черный борется за перерез. Одна рука, может быть, это причина, почему конь Ф на Д7 избирали чаще. После конь Б на Д7 белый бьет, конь бьет Д7 и играет Е4. Это типичный план для подобных позиций. То есть белые захватывают центр, однако в сравнении с некоторыми другими вариантами у белых здесь в первых не хватает парочки темпа, во-вторых, слон на Ж2 стоит не очень хорошо. Обычно он стоит на Е2 в таких позициях. И в-третьих, специфика позиции такова, что черные успеют Е5 прорваться. То есть Ферзь Е7, слон Е3, Ладьяев на Д8, если здесь белый делает какой-то другой ход, кроме Ладьян С1, черные уже могут ответить Е5. После Ладьян С1 здесь конкретные нюансы есть, что у черных также есть вот такой вот довольно интересный манер, мне он, по крайней мере, понравился. Именно поэтому я обрываю вариант через два хода, а не раньше, хотя по-хорошему можно было сделать и раньше. У черных есть ход конь Ф6, после размена висит пешка на Е4, хочется ее защитить ходом Ф3, и Ф3 это главная линия моего анализа. Однако теперь черные возвращают коня, и они уже на полном связи хотят провести Е5. По сравнению с тем, что было до этого, белые еще сильнее замалывали своего слона на Ж2, и также слабили черные поля. И это может сказаться. Вот я сейчас попробую отметить поле Е3, Ф2. В будущем, после того, черные прорывутся Е5, слон, возможно, с Б4 вернуться на Ц5, эти поля будут сказываться, и вообще, вот эти пустоты в лакере белых будут сказываться. Поэтому белым стоит в корне предотвратить прорыв Е5, сыграть Ф4. Тут я очень пытался заставить работать ход Ф5, ход очень идейный, если он проходил бы, то он давал бы черным, наверное, преимущество, то есть на Е5 просто конь Б6, очень сильные поля в центре у черных. Если брать слон Ф5, слон начинает работать на полную мощность. К сожалению, у белых здесь есть конкретное провержение, ход Д5 прорывает центр, и в вариантах тактики у черных не срастается, к сожалению. Поэтому черные должны играть более сдержанно, либо конь Ф6. Довольно забавно, конь ходит туда-сюда, но белые, в свою очередь, были вынуждены слегка ослабить свою пешечную цепь. Ну, либо есть более нормально выглядящий ход ЛДЦ 8. В любом случае, несмотря на этот грозно выглядящий пешечный центр, если приглядеться к этой позиции, за белых просто не видно плана. Вот, как бы ты играл здесь, например? G4. G4. Ну, понятно, да, G4 это отличный план, но люди, которые, да, мумия, также, которые играют в славянку постоянно за белых, они вообще не стали бы это рассматривать. Я, кстати, не до конца уверен, что G4 здесь настолько плохо, какая-то логика в этом ходе есть. Матрин, нет, не эта логика. Ну, с другой стороны, потому что это сильный ход, я тоже совсем не верю. Ну, не знаю, может быть. Ну, какой-нибудь нормальный ход предложить, кроме G4. E5. E5 мы уже обсуждали. мы уже. Проблема в том, что у черных очень много полей и слом начинает работать по диагонали. Ну, то есть, центр стоит, а двинуть его нельзя. У черных все... Может быть, злодеев один. С какой идеей? F5. Да, ну ты опять дашь все поля, когда ты F5 проведешь. Ну, у нас же тоже заграли. Ну, предположим, конь вернулся. Ну, F5. Не, стоп, пока F5 нельзя. Ну да. Сейчас, тогда слон H3. Тогда я пешку возьму. А, пешку и все, да? Не, ну это довольно странно, конечно, надюс с хорошего поля убрал на плохое, сейчас тогда начнут сказываться. То есть, на слон H2 уже черные могут C5 попробовать прорубить все. Дело, надо быть очень аккуратным. Еще у нас слон H2 есть такой позиционный ход, слон G6, с идеей, слон H5. В общем, мне нравится позиция черных. Если вам не нравится позиция черных, не играйте в этот репертуар. Потому что очень во многих вариантах получаются похожие позиции. Если вам не нравится, что вам не хватает пространства, но при этом все фигуры хорошие, то, ну, видимо, играйте другой дебют. Например, тоже не знаю, какой я посоветую, если честно. Латышский гамбит. Латышский гамбит на D4 не сыграешь? Ну, наверное, стоит посоветовать ортодоксальный и отказанный ферзевый гамбит, где черные держат за пункт D5 до последнего. Играйте тогда его. Ну, а тем, кого устраивают такие позиции, собственно, милости просим продолжать смотреть эту видеосерию и данные видеоролика. Ну, вот, на самом деле, я прошу прощения, возможно, кто-то ожидал более детального рассмотрения хода G3, но, то есть, по ходу вот этой главной линии крайне тяжело предложить за белых и за черных другие конструктивные ходы. То есть, ну, белым невозможно отказаться от хода 2-0, 2-0. Опять же, белым надо какой-то план проводить, надо что-то делать. Вот это расширение E3, Ферзь E2, оно крайне типично для всех этих схем. Ну, поясню, что E4 сыграть нельзя из-за слона Bc3. Тут на E просто слон D4, а на Bc теряется пешка на E4. То есть, не очень понятно, что белым делать. На слон G5 всегда H6, на слон F4 всегда конь D5. Ну, не видно какого-то разумного продолжения, кроме вот E3, Ферзь E2. Ну, и тут получается H6 тоже полезный ход, подготовить плацдарм на H7. Типичная ситуация для славянки. Люди, которые играют в славянку, должны быть готовы играть в подобные позиции. Они, на мой взгляд, достаточно хороши для черных. И ход G3, несмотря на то, что он достаточно популярный, был до года 2005, большим испытанием для черных в этом варианте не является. Ну, хорошо, что мы смотрим дальше, помимо G3? У нас, как ты помнишь, еще есть ходы E3 и слон G5. Почему вот мы не можем какие-нибудь другие ходы рассмотреть? Ну, давай попробуем. Предложи. Ну, сразу E4 не катит. Взял? Нет, стоп, подожди. Сейчас подготовим. Готовим как-нибудь. Ну, F3. Обычно белый играет F3, чтобы подготовить. Но F3 у нас оставлено напоследок, потому что самый сильный ход в позиции. Да, по очереди. Ну, хорошо, ты не хотел какой-то другой ход предложить. Давай какой-нибудь. Я не знаю. Не так легко. Че, черный еще у вас не определись. Они у черных будут два наряда делать. Да, разумеется. Можно сказать, как-нибудь ладью пушит по третьей перески. ладья 3, E6. Давай E6. Да. Сильно сильный E6. 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 E3. Я E3. Нет, E6. E3. Понятно. Идея твоя понятна, чтобы произвести диагонально, но я не буду доцикливаться, хотя потому что я вообще не собираюсь брать эту ладью. Ты знаешь, ты ее поставила, стоит ужасно. Ну нет, это не честно. Ну я думаю у белых уже близко безнадежно. Поскольку я не анализировал эту позицию, сейчас поставивается все на движок. Ну если честно, оценка движка в этой позиции минус 6, так что плодотворная идея Кирилла удалась не очень. Ну это просто потому что ты не взял. Взял бы там ладью 2, да. Хорошо. Там было минус 2, я думаю, да. Компенсация для что? Ну вот. Хорошо, в общем, не видит пока Кирилл здесь конструктивных идей, кроме вышеупомянутых, а я тоже не вижу. Так что выбирай, слон G5 или E3. Давай E3, по пешкам. E3. Вот Кирилл как чувствует, он выбирает ходы, которые реже встречаются, но более непорятны для меня. Ну ничего, зато мы отмучаемся с этими ходами, а на последний час у нас остается самый веселый боевый вариант после хода F3 и слон G5. Ну слон G5 на самом деле там предлагаю новинку, она еще серьезно не проанализирована никем. А вот F3 это очень серьезный ход. Ладно, смотрим E3. Опять же, тут мы на самом деле тоже ход наредка встречается, он достаточно ядовитый, но в целом черные, если они не будут делать никаких глупостей, они получат позицию, которая типична для славянки. Чуть меньше пространства, все фигуры хорошие, ферзь в фланг у белых слегка прославлен. Если моя основная рекомендация ход G6, если по каким-то причинам кого-то не устраивает ход G6 в данной позиции, то я рекомендую присмотреться к ходу конь B на D7. Я его серьезно не анализировал, скажу только, что у белых есть две основных идеи, это первая это ферзь B3, таким образом белые выигрывают пешку, но позиции получаются очень интересные после конь E5 D, D7. На самом деле, если белые сейчас не берут на B7 в черных серьезная компенсация, то белые должны брать, ну и вот тут, насколько я помню, даже движок достаточно оптимистично за черных настроек. E6. Не уверен, на E6 по-моему, все-таки белые берут на C6, какой-то другой год, кажется. Астов, подожди. на C6 B7 же просто конь E5 надо есть. Ну, давай я попробую сейчас включить движок. Точно помню, что он достаточно неплохо к этому всему относится. Ну да, конь E5 и E6 на самом деле оба хода возможны. E6 вызывает у меня какие-то сомнения. По-моему, конь E5 смотрел. Ну вот, и достаточно интересная позиция с разорванной структурой за обе стороны. Если вас привлекают выключения, в которых ни вы, ни соперник не понимаете, что происходит, то так играть можно. Но также белые могут не сыграть FB3, они могут сделать другой ход, который является главным теоретическим ходом в этой позиции, ход конь C4. Здесь мне за черных нравится такая вот идея FB8 или Fc7, просто с идеей протолкнуть E5 пораньше. Однако, причина, по которой я, собственно, не рекомендую конь D7 как главную линию своего репертуара, а все-таки рекомендую G6, то что здесь я не нашел зачеркно-четкого равенства после F4. Достаточно жесткое препятствие освобождающему прорыву E5. Я подвигал эту позицию после E6, она неплохая, она игровая, но играйте лучше G6 в девятом ходу. G6 безопаснее. G6 приводит все равно к боевой позиции в большинстве вариантов. Никакого риска ранней усушки тут нет. Так что в этом плане все неплохо. В белых, по сути, есть два принципиально здесь разных хода. Первый это слон D3, после чего меняются белопольные слоны. в целом, по рисунку позиции размен белопольных слонов должен быть в пользу черных. Может быть там не все так просто, белые сохраняют небольшой перевес в пространстве, но движок очень оптимистично остроен за черных, то есть он нигде оценку больше чем 0-0-0 не пишет, и я подвигал эти позиции, там действительно для черных ничего страшного нет. Есть ход слон E2, который в целом выглядит более идейно, сохранить побольше фигур, слон на F5 на самом деле со стратегической точки зрения не самая сильная фигура. Даже после слона E2 черные просто заканчивают развитие, слон G7, 2-0-0-0-0. Опять же, белым типичная ситуация для подобных структур, белых замурован слон на C1, у них больше пространства по центру, но им тяжело придумать следующий план и вообще даже тяжело придумать следующий ход. Я в качестве основного здесь привел слон D2, ну черные опять же играют не особо мудрство, как-то они играют конь F на D7, типичная идея, пристаем за 40 минут Да, типичная идея, мы ковыряем этого коня, кстати, вот тут конь F на D7 действительно лучше, чем конь B на D7, потому что на конь B на D7 есть сильный ответ F4, на конь F на D7 ответ F4 все равно есть, но тут после размена FE черный конь не попадает под удар, и я даже не исключаю, что есть такой достаточно жесткий ход C5, сразу начинаю работать по центру, на D7 просто конь D7, все бежки под боем, может быть белым надвигать конь B5, по этому случаю, позиция напряженная, ну так же можно C5 не играть и просто сделать какой-то полезный ход, вроде FD7, у черных не должно быть больших проблем в подобного рода позициях, и вообще, ну, может быть я немного склонен переоценивать здесь позицию черных, но я считаю, что белым не стоит чаще всего допускать вот такой вот размен на E5, чтобы таким образом вот менялась структура, потому что эта структура, не знаю, что она выглядит активно, она достаточно мертвая за белых, не очень понятно, что с ней дальше делать. Ну, компьютер, вот сейчас Кирилл видит оценку компьютера, справа, компьютер пишет 0-0-0 после хода слон E6, меня, конечно, интересует ход C5, все-таки в этой позиции, на мой взгляд, ход интересный, черные тоже не должны получать худшую позицию тут, и ход такой, ну, в кость, чтобы так сказать, да, он придется проявлять точность, действительно конь B5, как я и говорил, сильнейший ответ. Ну, серьезно восстанавливаться, заставить внимание на этой позиции не будем, в первую очередь, потому что у меня нетерпеливый напарник, который уже какие-то вздохи постоянно издает, видимо, ему тяжело. Ну вот, а после G6, остальной ход за белых, который чаще всего встречается на практике, это все-таки слон D3. Выглядит нелогично, но так люди играют, черных нет, чего лучше, чем взять на D3? А почему нелогично, как бы, две фигуры развел? Да, но, как бы, слон, белый слон, белопольный белый слон был хороший, потому что все пешки стоят по черным полям по центру, а слон C1 тупой. Получается, белый меняет своего хорошего слона, оставляет тупого, но, тут, видимо, есть свои нюансы, ферст D3. С другой стороны, игра черных, она все равно, она, похоже, чем-то напоминает, ну, какое-нибудь доисторическое орудие труда, потому что черный играет слон G7, 2-0, тут они играют кони в D7, начинают ковырять этого коня, и после коня D7, ферст D7. Ну, кстати, вот, редкий случай, когда ферст D7 сильнее, чем конь D7, попытайтесь, довольно тяжело понять вот различия, но попытайтесь вот запомнить эту позицию. Дело в том, что после конь D7 какого-то хода E5, типичная идея, здесь у белых есть сильный ответ D5, и такое изменение структуры в пользу белых в данном случае. Поэтому надо брать ферзем, постарайтесь запомнить его тонкость, ладья D1. Черные, не рокируя, они сразу начинают проламывать центр, E5, ну, D3, 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 D5, не обещают белым никакого перереза, скорее, там, оценка позиции может быть противоположной, у черных небольшой перерез. Поэтому белые, видимо, должны играть D5, и тут после тотального размена... Осталось сделать последний точный ход за черных, но его сделать необходимо, потому что если сейчас черные не сыграют E4, если они сделают какой-то другой ход, то белые уже пойдут E4, потом слон E3, зафиксируют структуру, и слон уже 7 останется... Ну, в глуповатом, в глуповатой позиции, да. Поэтому E4, и тут можно даже не обращать внимания на эти поползновения белых, связанные с пешкой B7, можно их просто отдать. Потому что, да, ладья B8. Ну, D8, потом ладья C8. Фигура белых не развита, и я вообще на месте белых не стал бы тут рисковать с отъемом этой пешки, попытался бы закончить развитие, а пойдем слон D2 просто. Ну, и, скорее всего, партия тут закончится в ничью путем какого-нибудь там тотального уничтожения материала. Ну, я вот набросал здесь примерный врат. Не самый интересный, наверное. Ну, и тут можно соглашаться. Ну, опять же, с теоретической точки зрения, это весьма хороший для черных итог дебюта. Поэтому ход G3, ой, прошу прощения, ход E3, видимо, справедливо не пользоваться большой популярностью, но все-таки обратите внимание на этот ход. Так, в частности, играл сильный российский косминистр Александр Грищук. Слушай, 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 все. Ну, тут у нас осталось два хода, но это два самых серьезных хода. Слон G5. Да, слон G5 это, пожалуй, второй по серьезности. Я не буду его... То есть, к сожалению, не то что... Я, может, хотел бы его покрыть более серьезно, но, к сожалению, не получится, потому что после слон G5 у черных... Так, прошу прощения, после слон G5 у черных есть... Большой выбор ходов. Сейчас Кириллу покажу. Все они были испытаны на практике. А6, G6. Конь F на D5 и конь B на D5. В частности, вот, как я уже говорил, датский игросмейстер Ларс Шандер в своей книге, он разбирает все эти ходы. Везде он пишет какой-то перевес в белом. Я не уверен, что у белых есть перевес после хода G6. Если вот в этой новинке, конь Е4, которой я предлагаю, найдется какая-то дыра, то я советую обратиться к ходу G6. Он сулит черным неплохие шансы на уравнение. Но пока я не вижу проблем с ходом конь Е4, который вроде как еще не был испытан на практике конь Е4. Ну, белых тут, по сути, единственный разумный ответ, потому что слон под боем. Черный только что сделал активный ход, надо брать. А что, аж 4? Ну, я говорил про разумные ходы, во-первых, а во-вторых, как ты будешь фигуру держать? А-а-а. Крепко. Да, кстати, обратите внимание, ход конь Е4, помимо всех своих плюсов, он еще создает вот эту тактическую идею. Она нам еще пригодится. Опять же, это новинка, и поэтому не исключаю, что здесь у белых есть какой-то кривой ход, вводит слон Ф4, который явно перереса не дает. Если этот вариант уже встречался на практике, я бы его рассмотрел, выход слон Ф4, конечно. Скорее всего, я порекомендовал выход конь Д5, после чего еще явно нет проблем. Но, поскольку конь Е4 новинка, я беру на себя ответственность утверждать, что если вы примените этот ход, вне зависимости от контроля времени, соперник погрузится в раздумья достаточно долгий, ну, по отношению к времени, отведенному на партию. В итоге он побьет на Е4. То есть в пульку он примерно секунду 2 продумает? В пульку он секунд 5 продумает, в блиц секунд 15, а в классику заснет минут на 10. Потому что люди, которые играют слон Ж5, они, скорее всего, прочитали эту книгу Шандорфа, потому что ход пока еще достаточно редкий, но ядовитый. И они знакомы с ходами конь Д5 и Ж6, а вот с ходом конь Е4 вряд ли знакомы. Потому что я вот до этого своего видео, которое сейчас выйдет, я нигде не встречал упоминания о ходе конь Е4, если честно. Ну вот, и после размена, я, опять же, утверждаю, что в 9 из 10 случаев белые будут меняться и будут играть Ф3. Ф3, конечно, не выглядит строго-единственным ходом, но белым надо что делать. Ф3 выглядит очень логично, потому что белые с темпом захватывают центр. И кроме того, не забывайте, что по-прежнему грозит Ф6. Фигура подвисает. Так может быть на Ф3 Ф6? Ф3 Ф6, к сожалению, не работает, но важно, важно учитывать эту идею, потому что на Ф3 Ф6 все-таки после ФЕ, ФЕ Е3, кажется, перерез в белых. Вот развеять сомнения, по-моему, тут у белых получше, сильно. А6? А6, да. А, все, хорошо. Ну, это вообще неудобно об черном играть, поэтому Ф3 я не рекомендую. Совсем не рекомендую. То есть, Ф6, прошу, почему не на Ф3 я совсем не рекомендую. Надо играть слон Д5. Ну, Е4. И, опять же. Е4 сразу же. Е4 это то, что против вас сыграют наверняка. Всегда. Если эта позиция возникнет до практики, с любым контролем времени, ну, в классику, может, еще какие-то варианты остаются, но в Блиц Е4 соперник сыграет независимо от уровня. Перворазрядник, второразрядник, гроссмейстер, элитный гроссмейстер, чемпион мира, все сыграют Е4. Это 100%. Если бы я эту позицию увидел в Белом, у меня нет никаких сомнений, что я пошел бы Е4 секунды через 2. И после Е4 начинается, собственно, ну, такое небольшое веселье. Дело в том, что черные игнорируют игровую слону и играют Ф6. Такая вот... А, вот здесь. Я хотел только сейчас предложить, что здесь Ф6. Контр-вилка, да. Ну, что делать? Ну, просто отделать больше ничего. Посмотри, куда идти. Просто на Е6 это тупо. Ну, да, это тупо, и у белых там большой перерез, поэтому взятие на Е6 даже не советую рассматривать. Ну, я после ночи ночи хотел предложить, не сразу Ф6 пройти, а сначала пробить на Е4, а потом пройти Ф6. Это, к сожалению, не работает, опять, по причине конкретики. Угу. Ж6? Да, Ж6 конь Ж6, я понял. Опять, если дает слишком много. Ну вот, Ф6 сильный ход, это проверено все с движком. Тщательно проверено, на большой глубине. Я с достаточно солидной долей уверенности здесь говорю, что эта новинка, ну, не проигрывает, неплохая новинка. И она явно достигнет ваших сперенников расплох. Ну, в белом случае отдадут одной из этих фигур, поэтому нет никакого смысла затягивать взять МНД5. И вот тут вот, я осознаю, конечно, полностью осознаю, что люди, которые будут играть в этот вариант за черных зейс, надо... Надо иметь какую-то в нем партику, потому что не все ходы очевидны. Вот, например, тут надо брать ферзьем. Строго. Почему? Ну, потому что начинается компьютерные нюансы. Если не ошибаюсь, на КНД5 ферзь B3 какой-то ход есть. Но не берусь от этого ждать. В общем, надо брать ферзьем. То есть не допускать ферзь B3? Да, и тут еще дополнительная идея в том, что, например, в некоторых районах ферзь побьет вот на G5. Ну, я подвигал эту позицию. У белых есть два серьезных хода, на самом деле. Потому что если белые полностью игнорировать все эти уходы, черные коня берут, именно коня. И белые просто не справляют там нормально консолидироваться. Есть два хода. Это ход КНЦ6. Который мне не кажется... Вообще, мне ни один из этих ходов не кажется очень опасным. Слабо, на КНЦ6 ферзь B3. У КНЦ6 есть ферзь G5. Это первая линия движка. Оценка определенного равенства, на самом деле. Просто мне на коньце 6 намного больше нравится... Просто после ферзь G5 у белых есть какой-то ход ферзь B3, если я не ошибаюсь. Поэтому на коньце 6 мне намного больше нравится БЦ. И вот тут, если приглядеться к этой позиции после слона E3 и E6, то выясняется, что белые испытывают серьезные проблемы, на самом деле. Потому что они просто не успевают своего короля убрать. То есть на любое развитие сейчас будет шаг на B4. И уже приходится делать коряевый ход король F2. Почему не слон? Слон D2, тогда ферзь D4. А, пешка. Да, приходится делать коряевый ход король F2. И, то есть чёрный просто так играет. А двух слов толку никакого. Белых изоляторов на D4, которые слабее пешки на C6. Это типичная тема. Меня давно просили записать ролики по изолятору. Правда, со стороны белых. То есть со стороны... С той стороны, у которой, собственно, и есть этот изолятор. Потому что появился такой миф, что я хорошо играю с ним. На самом деле, это, видимо, не совсем правда. Ну вот. Тем не менее, данная версия изолятора совсем плохая забелая. Потому что у них нет инициативы. Скорее, инициатива у чёрных. Они просто уберут ферзиацию с D5. Приведут туда коня. В какой-то момент зарвут центр. Чёрные поля слабые. Ферзевый фланг слабый. Пешка B2 слабая. Никакой компенсации за это нет. Оценка позиции по движку в пользу чёрных. Ну, я надеюсь на это, по крайней мере. Иначе это слегка опровергнет все мои рассуждения. Ну, чуть-чуть. Ну, да. Ну, 0-3 пишет движок в пользу чёрных. Но, в общем, поверьте мне на слово. Чёрным здесь играть приятнее. Намного. Поэтому ферзи 5 тоже возможно. Если почему-то вас не устраивает эта приятная позиция, можно играть ферзи 5. Ну, вот. Поэтому более серьёзный ход за белых слон f4. Но даже тут. Даже тут после fe. У белых есть два хода слон e5 и de. С слон e5, по сути, поклонную ситуацию мы уже обсуждали. То есть даже после e6 у чёрных хорошая позиция. Ещё вот у чёрных тут есть конкретно. Такой удар в кость. Конь d7. К слону надо убирать. И чёрные сразу прорывают центр. Е5. На de следует слон b4. И тут белым уже не дожирую. Надо просто ноги как-нибудь унести. Если... Плохая позиция у белых. Видимо, они под практически матовой атакой. Допускать это нельзя. Поэтому ход слон e5 меня совсем доверия не внушает. Видимо, сильнее от de. После de довольно странная здесь компьютерная рекомендация к королю f7. Мне этот ход не очень нравится. И я обстрегал бы e6. Рекомендую ход e6. После чего опять грозит слон b4. Белые не успевают здесь ничего сделать. Они вынуждены менять ферзей. Конём или изолятор? Какой изолятор? На e6, что ли? На e6 не страшный изолятор, потому что белые не могут его атаковать. Он слишком далеко от их... Есть такое правило, что изолятор легче атаковать, когда он находится ближе к твоей позиции. То есть, если был бы изолятор на d5, его атаковать намного проще, чем изолятор на e6. К тому же, здесь пешка e5 перекрывает фронтальную атаку. А без фронтальной атаки такой изолятор можно поэссинговать только конём. А коней у белых нет. То есть, конечно, надо брать какой-нибудь d5, заодно с темпом. После слона d2 у белых пока два слона, но это ненадолго. Потому что в слон b4 я выбиваю одного слона. И опять я в любой день выбрал бы эту позицию, предпочёл бы эту позицию играть чёрными. Снова оценка движка. Дабы убедить моего напарника. Колоссальные 15 сотых в пользу чёрных. Ну, в любом случае, моё, по крайней мере, моё позиционное понимание говорит здесь о том, что чёрных получше. Если кого-то интересует подобные эншпиля, то я могу сослаться на довольно свой старый ролик, ещё прошлогодний, по поводу одной из моих классических партий, в которой возникла подобные эншпили. Довольно неплохая партия за обе стороны, в итоге удалось победить. Разбирали мы с Олегом. Сколько я помню, ролик называется «Турнир в Лугана. Часть 4 из 5». Не могу ошибаться. Ну вот. Поэтому вот этот Е4 ход просто не опасен, потому что после F6, ED, FX, D5 у белых, как ни странно, нет даже продолжения, которое позволяет им полностью уравнять. Не говоря даже об обреза перевес. Объективно, объективно, вот в данной позиции, после конь Е4, слон Д3, Е4, F3, слон Д5, белым надо воздержаться от супер напрашивающегося хода Е4, от которого воздержаться практически невозможно. Надо сделать тихий вот слон А4, просто уводя одну из своих фигур из-под вилки. Ну, конь Д3 проводит примерно к тому же самому. Так вот теперь проблема у чёрных, потому что куда коня у слона убирать? Ну, сейчас чёрные начинают с того, что выгоняют коня, съебят, конь уходит, и теперь чёрные брают слона. Это выглядит очень корово, я понимаю, но тут просто надо приглядеться к позиции. Дело в том, что белым, белые могут претендовать на перевес, на серьёзный перевес, ну вообще хоть на какой-нибудь перевес, только если они проведут Е4, захватят центр. К сожалению, сразу Е4 не проведёшь, потому что потеряется пешка. Важно. Е3 медленно. Е3 мы посмотрим вкратце, но перевес там у белых нет. Поэтому хочется пойти слон Ф2. Но слон Ф2 мне очень нравится жёсткий темповой ответ Е5. Взрывая позицию. Такая немножко компьютерная идея, но если приглядеться, то после ДЕ, конь С4, у белых действительно возникают проблемы. Казалось бы, чёрные ставили свои фигуры глупо. А в итоге, вот, после, например, принятия этого гамбита, тут проблемы могут быть только у белых. Потому что именно они отстали в развитии очень серьёзно. Диагональ А5 Е1 просто свистит. Король плохой. Белым не хватает ещё раз, два, трёх темпов, чтобы рокировать. Рокировка в длинную сторону отменяется, потому что слишком много... Слонов. Да, слишком много вскрытых диагоналей рядом с королём на С1 будет. Поэтому, по-моему, у белых тут проблемы. Снова я включаю движок. Что-то зачастил. И он пишет приличный перевес чёрным. Кирилл подтвердит. Почти единичку. Должен подтвердить, потому что иначе... Там единичка. Иначе наши зрители решат, что я их дезинформирую. Ну вот, поэтому С2 не работает. И белые всё-таки должны приступить через себя и пойти Е3. Ну и тут чёрных за чёрных всякие трюки съевять уже не проходят. Надо, видимо, играть Е6. Слон Е2, слон Д6. 2-0. Вот здесь твоя любимая идея ФРЦ7. Белым немножко неудобно защищать. Приходится, видимо, играть Ф4. Ну, чёрные тут не испытывают вообще никаких проблем после 2-0. Ну, что это? Что-что? 3-0, Ж5. Вообще заманчиво. Ну, понятно, да, очень заманчиво, но так и хоть не надо. А вот после 2-0 чёрные проблемы не испытывают. Потому что слон может вернуться на Ж6. Поля прослаблены. И, что немаловажно, обратите внимание, что у белых преимущество в пространстве. Если сторонам здесь добавить по коню, то весьма вероятно, что у белых будет перевес. Однако с одной размене на лёгкую фигуру это такое общее правило. В позиции, если у вас свеснённая позиция, меняйте фигуры. Чем больше вы поменяете фигур, тем больше у вас будет пространства для манёвра. Потому что так-то его мало за пешками, но если у вас всего лишь, например, 2 фигуры, то это небольшая проблема. А у преимущества в пространстве всегда есть свои минусы. Когда возникает преимущество в пространстве, оно возникает за счёт того, что одна из сторон сильно надвигает свои пешки. Если одна из сторон сильно надвигает свои пешки, то за ними образуется очень много слабых полей неизбежно. Потому что пешки назад не ходят и не бьют. Поэтому, когда чем больше лёгких фигур разменено, тем легче становится использовать эти слабости, которые остаются за пешками. В общем, повторюсь, если давай здесь по паре коней, то я думаю, что у чёрных проблемы. В данной позиции у чёрных нет никаких проблем, и движок это подтверждает. Ну вот, и к тому же это всё возникает только после хода слон h4, который человеку сделать тяжеловато. Потому что е4 пойти очень хочется. А на е4 вы уже во всеоружии можете встречать ходом f6 и получать перевес. На мой взгляд, идея конь е4 в ответ на слон g5 очень интересная. Она заслуживает, безусловно, промерки в практических партиях. Я надеюсь, что мне когда-нибудь удастся против меня сыграть слон g5, и мне удастся ответить конь е4. И продемонстрировать свои знания. Да, я практически уверен, что проигрышения они, по крайней мере, не покажут. И я думаю, что из дебюта выйду неплохо. Однако на этом рассмотрение хода слон g5 заканчивается. Мы, наконец, приступаем к основной части нашего видеоролика, которая, я думаю, что займет достаточно приличное количество времени. Это ход f3. Ход f3 чрезвычайно логичен. Последнее время он встречается в двух партиях из трех, как минимум, которые приходят к этой позиции. Ход f3 простая идея. Е4. Да, белы хотят провести е4. По многих предыдущих вариантов, которые мы уже рассмотрели в данном видеоролике, мы убедились, что позиции после е3, такого мягкого развития, они для черных не очень опасны. Черные могут развиваться разными способами, и везде у них более-менее достаточная контр-игра. f3 это ход, который направлен на наше скорейшее убийство. Потому что если белы захватят центр с темпом, останутся все четыре легкие фигуры, черным будет очень тесно, у них будет очень глупый слон на f5 в итоге, и позиция будет достаточно тяжелой. Поэтому черным здесь важно реагировать крайне точно, на самом деле. И эта позиция у меня уже встречалась на практике. Дело в том, что ход, который здесь надо делать черными, он для человека, который никогда не играл в славянку, он может показаться немного странным. Но для тех, кто посмотрел этот ролик до конца, этот ход уже будет казаться вполне естественным. Вот попробуй угадать. Не знаю, я бы пошел конь d5. Ну, конь d5 каким? Конь, ну, наверное, b. В общем, в любом случае белый играет е4, и черные испытывают... Да, бьют. Черные испытывают колоссальные трудности тут. Бьют ли слон g6? Да, ну это ужасная позиция. Почему? Постранства нет, ну, черные отстали в развитии, сейчас слон выгоден с и четыре. 47, а, ну да. Ну, это плохая позиция, так играть не надо. Ну, просто это было странно, что у него гадалки, и учитывая, что мы этот ход упоминали раз 20 уже в течение этого видеоролика. Так. Не знаю. Так, ну конь d7 опять забить. Каким? Что? Каким конем? Конь, конь f. Конь f это правильный ход, конь f на d7 это моя основная рекомендация. Сейчас, Кирилл, когда увидел лонтацию, убедился в этом. А теперь вопрос, внимание, вопрос. Минута на размышления. Почему конь f, а не конь b? Потому что... Конкретное обоснование. Какие-нибудь общие рассуждения, вроде, конь b борется за критически важный пункт c4, не прокатит. Да? Да. Минута, время пошло. А где моя команда из шести человек? Твоя команда из шести человек покинула тебя. Уроды. Согласен. Так. Ну, ферс там на b3 не выпрыгивает, и ты не нападает на пешку пи-7. Это опять какая-то абстрактная бредятина. Ну, ты не волнуйся. Если что, ведущий просто засчитает очко команде. Команде? Команде, да. Команде автора всех этих вариантов. И... Правильный ответ всё равно будет озвучен. Команда это кто? Мышка, ноутбук. Да. Движок. Да, вот именно. Рука. Честбейс, рука, голова, всё вот это. Ну, не знаю почему. Как? Я хочу этого сдвинуть. Как? Вот прикольно стоит. Ладно, я не буду мучить тебя к наводящим вопросам. Я просто скажу, почему так, а не иначе. Дело в том, что на конь БД7... Конь Б на Д7 это неправильный ход. У белок есть ответ Е4. И... Брать на Е5, к сожалению, нельзя. Потому что после ДЕ, ферзь Д1, конь Д1... Это двойной удар. Теперь для сравнения. Мы сыграли конь Ф на Д7. Так, Е4, конь Е5. ДЕ. Ферзь Д1, конь Д1. Ну, просто вылезла, и у нас получше. Ну... Не получше. Получше. Включи Д1. Ну, коррелось, но... Чувак, мы стоять. Ноль. Ну, в общем, поверь мне, чертами эту позицию гадь поприятнее. Потому что... Спокойно разорвутся на АСФ8, ножи 7. В итоге начнут цепляться к этой пешке. Всегда можно провести Ф6. На ферзе о фланге слабости. Я думал потратить какое-то время данного видеоролика на разбор вот этого рейнджа. На самом деле. Потому что я как-то видел, как гроссмейстер из Германии, Хенрик Тески, играет так белыми. Ну, во-первых, он играл довольно плачевными результатами. Во-вторых, по сути, белыми тут... То есть, прошу прощения, чертами тут особо думать-то и не надо. Просто развились. Брали коня, предположим. Потом провели Ф6. Или провели Ж5, как повезет. 2-0, ладя Д8, игра по центру, ничего не происходит. У белых нет плана. Потому что их першечная структура окостенела. Такое бывает. Единственное, конечно... Это такое ощущение, что я предложил. Единственный порядок ходов, который... Да, нет, даже тут на самом деле все нормально. Потому что после Ф5, ЖФ, ЕФ... Слово, просто уходит. А першечный центр белых пролисает. Так что, да. На самом деле, даже то, что я сейчас показал, оно вполне действенно зачерено. Ну, еще одна причина, по которой я не буду заострять внимание на вот этом варианте. Потому что так не играет никто и никогда. После Ф3, конь ФД7... Е4... А единственный момент, на котором все-таки стоит потратить буквально пару минут. После Е4... Е4 это не главный ход. Главный ход будет конь Беда Д7. Но вот тут после конь Е5 ДЕ мы вкратце коснулись. А вот ЕФ... Ход, который... Опять же, практически никто не делает. Но он выглядит вроде как здраво. Дело в том, что черные подстали в развитии. Они еще должны собирать коня. А также у белых преимущество двух слонов. Однако мы сделаем буквально несколько развивающих ходов за обе стороны. Слон Е2... Или слон Е3, это по сути не важно. Ж6. Уже прицепились к этой пешке. Видимо, белые должны брать. Ну, если приглядеться к этой позиции, то мы опять видим, что у черных получше. Потому что на ДЕ4 изолятор от двух слонов толку никакого. Пункт ДЕ5 чрезвычайно прочен. К тому же в вариантах у черных есть идея, которая, возможно, понравится Кириллу. А именно сегатой ДЕ4. Вот это только буквально в крайнем случае. На самом деле у черных простой план перевести коня с Д7 на Ф6. Ферси 7 пошел. Пункт ДЕ5 очень силен. Ходом Ф3 белые прослабили свои черные поля. Ферси 7, да, там же Ж3 нет. Возможно, в вариантах Ж3 там есть. Почему? Ну, хорошо. Ферси 7. А почему нет? Ладежь 2. Взяли. Ферси 3. А, закрылись. И что там? Это нормально? Ну, ладей не хватает. В общем, никогда совет всем нашим зрителям. Никогда не приличайтесь одноходовыми тактическими идеями, когда у вас хорошая солидная позиция, и вы можете без всяких мудренностей просто провести абсолютно типичный план и получить лучшую игру за счет слабости соперника. Поэтому Е в ход не опасный, и что, может быть, даже более важно, его никто никогда не делает. А вот ход конь Бьет Д7 вместо Е4 опасный даже очень. Конь Д7, Конь Д7, Е4, слон Ж6. И это вот табиа. Табиа всего, по сути, моего рекрутуара данного видеоролика. И это позиция, которую большинство экспертов считают как несколько лучшую за белых. У меня есть, крайне мере, есть надежда, что в данном видеоролике удастся поставить эту оценку под сомнение. Ну, в общем, хватит, я думаю, этих разговорств, они пора уже какие-то варианты показать. Начну с того, что по каким-то абсолютно неясным для меня причинам в этой позиции против меня, в Блиц, в Классику, с любым контролем, белые очень часто играют в Ферзб3. Это очень слабый ход, но его делают даже шокоматистами с рейтингами приличными, там, под 2400 и за 2400. Дело в том, что Ферзб3, видимо, рассчитывается на ответ вроде Ферзб6 или Ферзб7, после чего у белых действительно перевес. Однако у черных есть крайне легко находимый и, ну, вполне себе идейный ресурс Е5. Е5 это то, к чему черные должны стремиться в этой позиции всегда. Ну и тут у белых уже несколько хуже, потому что на Ферзб7 ЕД. А в той партии, в которой меня это сыграли, была сыграна ДЕ в Классику. Видимо, это была идея моего соперника. И, может быть, он ни то зевнул, ни то недооценил ход слом Б4. Дело в том, что черные просто хотят отыграть пешку на Е5 с позиционным преимуществом. А на идейный ответ Е6, пытаясь сохранить лишнюю пешку, черные просто с темпами заходят на Ферзев фланг. То есть конь С5, надо брать, слон Ф7, Ферзь С2. У черных есть ряд ходов, они все обещают хорошую компенсацию. Конь Б3, сильный ход. Есть ход слон Б3, с такой ловочной идеей на Ферзь В2 сыграть Ферзь Д1 мат. Ну, конечно, белые могут сыграть Ферзь Д2, игра продолжается, но все равно, даже вот тут у черных явный перевес. Как сейчас Владяк станет. Да, то есть лишняя пешка тут белым совсем не в радость. Поэтому, против меня, в той партии мой соперник не рискнул сыграть Е6, сыграл слон Ф4. Я легко отыграл пешку. Ферзь Д7, слон Е2, слон Е5. Была сыграна 2-0, если не ошибаюсь. И, раз уж мы дошли до этой позиции, я вот тут всем своим напарникам во всех видео предлагаю найти сильнейший ход за черных. В этой позиции? Да. Мне кажется, что он строго сильнейший. 2-0. 2-0 это самый напрашивающийся ход, но он не сильнейший. Есть намного более и такой конкретный, в общем, ну, ресурс, который мне очень нравится, и который полезно знать шахматистам, которые играют вот эти схемы за черных. Надо подумать. Ну, чтобы ты думал не так долго, я тебе дам парочку тут наводящих вопросов. Например, какая по твоему фигура самая слабая, самая пассивная у черных? Словно же 6. Ну, и как его улучшить? А в 5? В 5, даже в 5 может быть возможно, но после в 5 все-таки я не стал бы играть в 5, потому что как-то страшно за короля на Е8 будет. На f6? Ну, ты в 6 а сыграл, и на мой взгляд это сильный холд, не потому что его так сложно найти, а потому что очень хочется играть 2-0, как вот Карил предложил. Ну, потому что нас всех учили, что надо делать рокировку, прятать короля, у черных ходит все неплохо, но в данном ситуации f6 сильнее, потому что слон практически немедленно переходит на f7, и из самой плохой фигуры становится одной из самых лучших фигур в позиции. И, в общем-то, я в итоге выиграл довольно неплохую позиционную отношение партии, начиная вот с этой позиции. Если кому-то интересно, у вас есть 2 варианта. Первый вариант это найти старый ролик, мой с Олегом старый ролик, посвященный турниру Блугана. Там эта партия подробно разбирается. На мой взгляд разбор по сравнению с обычным качеством наших роликов неплохого качества. И есть второй вариант, вы можете пробить в базе партию по Туццо Петров. Там она, если не ошибаюсь, тоже разобрана комментатором того вот турнира в Блугана. Ну, либо в крайнем случае вы можете посмотреть ее с движком. На мой взгляд, основные идеи варианта там показаны. Однако, все это стало возможным только благодаря слабому ходу Ферзь Б3, которого мы, пожалуй, уделили уже больше внимания, чем он того заслуживает. Ход Ферзь Б3 неудачный. В общем-то, в общем-то, основной причиной, почему ход в этот вариант считается не до конца уравнивающим за черных, является ход Слон Е2. И Слон Е2 рекомендуем Густавсом. Сильный немецкий гроссмейстер. Однако, и после Слон Е2, вот, Ян Густавсон переводит такие варианты. Е6, 2-0, Слон Е7, там какое-то развитие. Слон Е3, 2-0. В общем, черный потом играет Ф6, Слон Ф7. У них крепкая, где упорная позиция, но у белых получше. Мне кажется, что нашлась за черным тут довольно неплохая идея. Опять же, я не могу вручаться на 100%, что это все работает, но мне очень нравится, по крайней мере. Идея заключается в ходе Ферзь Б6. Ну, в чем идея? Таким образом, белые делают менее, то есть, прошу прощения, черные делают менее привлекательным для белых, менее привлекательные короткую рокировку, потому что здесь поставят Е5 сразу. У белых проблемы. Тактически. Более того, развить слава С1 не хочется, потому что потеряется пешка. Таким образом, у белых опять кризис идей, правильно? Как бы ты ход сделал за белых? Ну, здесь тяжело выбрось. Ну, в крайнем случае, ты можешь прочитать из нотации справа, сделать вид, что ты так и подумал. Ну. Не знаю, как-нибудь. Сейчас подумаем. Ну, тяжело продолжить ход, на самом деле. Ну, слон Ф4. Ну, слон Ф4-2. А. Вот, где Б1. Где Б1 можно, но это очень пассивно, и черные Е5 проведут. Не знаю. На самом деле, ход Ф6 известен довольно давно, и примерно так же давно он забракован. Забракован ввиду ответа Ф4. Таким образом, белые А препятствуют ходу Е5, Б хотят поймать слона. Вот тут я, вот тут, да, черные игры пытались играть Е6, но не уравнивали. Вот я очень доволен своей идеей. По-моему, по-моему, она не встречалась. Да, она нигде не встречалась. Я сейчас не буду нажимать на кнопку референс, чтобы проверить все партии в базе. Когда-то я смотрел, может быть, пару месяцев назад, тогда партий не было, может быть, сейчас они появились, но в любом случае упоминания в печатных или видеоисточниках я не встречал. Это ход Е5. Мне он очень нравится, потому что это ход в дебюте пешкой под два боя. Уже этого центральной пешки. Что скажешь, Кирилл? Ты одобряешь такой ход? Ярко, ярко. Да, мне тоже нравится. Однако, такой ход без небольшой, хотя бы небольшой предварительной подготовки делать нельзя. Ну, у белых есть, как бы, три идейных возражения. Это Ф5, после чего ловится наш слон. Это ФЕ, после чего мы теряем пешку. Это ДЕ, после чего мы теряем пешку. Выбирай, с чего мы начнем. С Ф5. С Ф5, то есть Кирилл решил играть по-крупному, именно ловить слона. И, что интересно, слон ловится, мы не можем спасти фигуру. ЕД, белые А могут убрать коня, но по сути, белым даже нет смысла убирать коня от них, они могут сделать это худым положением, потому что можно взять слона. И ни в коем случае не поддайте здесь рефлекторному желанию взять на С3, потому что после Ж в черном, видимо, в повод сдаться. На Ф7 брать нельзя за ФД7, но ходы Король Е7 всерьез рассматривать не хочется. То есть Король слишком слабый, если он же брать, видимо, добьет. Вариант сложный, но я думаю, что белый выиграл все-таки в итоге. Поэтому ни в коем случае не бейте коня, лучше бейте пешку. Подействуйте внимание, помимо того, что у черных уже вот сейчас две пешки за фигуру, внезапно заработала ладья, белых катастрофически слабые черные поля, неразвитые фигуры, еще приходится делать ужасный ход конь Б1. Но ничего сильнее нет. И после 3-0 эта позиция заслуживает небольшого, скажем так, более детальной проверки, но мне кажется, что эта позиция очень опасна для белых. То есть здесь речь идет даже не о компенсации, а уже о выигрыше за черных. Если вдруг у вас есть сомнения на этот счет, я вполне могу понять сомнения в позиции, где у вас не хватает фигуры. Сейчас я включу движок, и Кирилл развеет эти сомнения, надеюсь. Ну, небольшой привет. Ну, давай подождем. Пока так уменьшается. Ну, в данный момент движок еще две десятых в пользу черных после хода король F1, но на самом деле только двадцатая глубина. Не буду ждать, я думаю, до большой, но, в общем, скажу так, что на глубине 30 оценка где-то полпешки в пользу черных, и белым надо делать крайний каравайзи, защитительные ходы, вроде король F1. Это с запасом перволиния компьютера. Ну, и даже вот тут после конь Е5 позиция белых выглядит довольно уныло. На мой взгляд, Кирилл, ты как думаешь? Ну, так вот. Ну, хочется. Хочется прям... Ну, не знаю, я... Я не знаю, хочется, знаешь, что сделать? Хочется ладьюка перевести с линии аж. Ему отдать. Ну, смотри, у белых ладьяна А1 не играет, конь на Б1 не играет. Пешку F2 выдернули с кордом, король без рокировки, ладьяна H1 не играет. У черных все фигуры активные, пешка D4 проходная, а черные поля у белых слабые. Я в такую позицию играл бы только черным, вообще не задумываясь. Ваня Типикин, я думаю, не оценил бы эту позицию за оба цвета. Но даже Ваня Типикин предпочел бы играть черными. Потому что, ну, у белых очень плохой король, очень плохие фигуры. В общем, мне кажется, что сюда идти стоит. И более того, стоит радоваться, если белые позволят получить такую позицию. Ну вот, поэтому ход F5, наверное, наименее опасный. Давай смотреть два других хода. Взять. F, E и D, E. Да, F, E. F, E. После F, E, черные делают простой ход для D8. Незамысловатая идея отобрать пешку на E5. Что делать? Ну, не знаю. То есть, если... Ее не так удобно защищать. Если уйдет ферс из-под этого рентгена, черные немедленно заберут пешку на D4. Если слон E3, то черные слон заберут на E5. Ну, да, одна точно. Не мешает. Там еще и на B2, кстати, висит. Если два ноля, то просто кунь E5. Опять же. А обратите внимание, что одной пешкой дело может не ограничиться. У белых по-прежнему очень рыхлый центр. То есть, на слон E3 теряется вторая, например. А иначе неправильно, как защищать на D4. В общем, у белых только один ход, скажем так, ну, позволяет держаться на плаву. Но даже в этом случае, после слона G5, F6. EF, кунь F6. Дело в том, что, как ни странно, пешку на D4 крайне тяжело защищать. Вот, Кейл, как ты думаешь, какая здесь самая сильная фигура у черных? В перспективе. Чернопольник. Ну, вот я тоже так думаю. Чернопольник будет просто зверской силой. Когда белый уберет пешку на D4, или она потеряется, слон на F8 явно станет просто зверем. Ну вот. Единственное, тут конвенция показывает маленькую ловушку, в которую желательно не попадаться. У белых есть такой края, выглядящий ход ферзь D3, после чего кажется, что кунь E4 очень заманчиво. А кунь D5? Что-что? А, все-все, понял. Ну, кунь D5 вообще неудачен, потому что он D8. А кунь E4 выглядит заманчиво, потому что на слон D8 здесь есть ход ферзь B2. И черные в перебои выигрывают. Просто выигрывают. И сначала, даже на небольшой глубине, движок пишет, что это просто ужасная позиция у белых. Однако потом он прозревает и пишет довольно неожиданный ход ферзь E3. Будьте аккуратны. Тут белые, видимо, получают перевес. Вообще, верится, конечно, с трудом, но у белых действительно лучше. Поэтому черным надо здесь умереть свои амбиции, сыграть ферзь B4, вполне в стиле одного из ваших лекторов, скажем так. И после 3-0 ферзь D3 слон D3 слон E7, у черного чуть лучше. Опять же, для неверующих, движок. Нули. О, нет, что-то там нарисовал. Ну, общий дело в том, что сейчас черные предложат размянчих допольников, конь встанет на E5, а у белых особой контр-регры нет. Плюс не забывайте о слабостях на ферзьевом фланге. На мой взгляд, у черных весьма ощутимый перевес в этом манчпеле. Согласен. Вот. Это мы разобрали ход FE. Правильно? Остался ход DE. Д, DE. Ход DE более опасен для черных, без вопросов. Сейчас мы подходим, пожалуй, к одному из главных... главных линий моего анализа. А также я попрошу прощения за небольшую паузу, которую вы все равно не увидите. Скажем так, технические трудности. В общем, мы снова в эфире. И приступаем к разбору, пожалуй, самых сложных и самых головоломных вариантов из всех, что, собственно, сегодня разбираются. А именно в этом ключевом варианте после слон Е2, которое как бы считается полуопровержением всего этого варианта за черных. Ферзь Б6, F4, Е5. Вот это моя новинка. И тут не FE, которое мы уже смотрели, после чего у черных нам все неплохо, после ЛДД8, а DE. И вот тут вот, я заранее извиняюсь перед всеми своими зрителями, начинается очень жесткая форсированная игра. Я склонен думать, что черные держатся и, более того, ставят перед белым тоже достаточно много проблем. Однако, полной гарантии, что моя основная рекомендация именно ход конь C5, я дать не могу. Потому что, как вы увидите, в дальнейшей борьбе короли будут бегать по всей доске. Причем, обеих сторон. Как вы понимаете, в такой игре, ну, я не могу гарантировать, что я и мой движок ничего не упускаем. Если по каким-то причинам вы найдете, что эти варианты не работают, или кто-нибудь так сыграет за черных. Например, я так сыграю, и меня прям прикроют в дебюте когда-нибудь. То в качестве альтернативы есть ход F5. Тоже очень интересно выглядящий. Вот Кирилл подтвердит, что у меня в ПЖН-файле все, что сказано по этому поводу, это F5. И дальше, вряд ли, продолжается один на один ход. То есть я даже особо не проверял это, если честно. Но ход есть, движок его одобряет. И мне он не очень нравится, но рассматривать его можно. А пока основная рекомендация это ход конь C5. Тут я уже сам должен святаться со своим ПЖН-файлом, потому что помню, прямо скажем, не все. Насколько я помню, сколько я сейчас понимаю, я выделил, запел их три островных хода. Ну, во-первых, заметим, что черные, несмотря на то, что у них не хватает пешки, они создали вполне себе конкретно очевидную угрозу взять на И4 конем. Если они возьмут, потом у вас выберет своего слава, они не будет хуже ни на каплю. То есть, наверное, у них будет просто лучше, я бы сказал. Почему мы сначала три ноля не сделали, а потом пошли на C5? Ну, тут начинаются какие-то конкретные нюансы, о которых я боюсь говорить, но это у нас ничего не было. Почему? Я просто буду долго думать, чтобы понять, почему. Лучше у белых нам движок показывать. Движок считает, что ферз C2, а белые каким-то образом цепляются к этому хораду путем конь D5 варианта. Движок пишет, что сильно лучше, а я, извините, не могу ей передавать варианты, в которых, ну, я не могу бороться с движком, и движок пишет, что у белых лучше. То есть, ты в пыли сможешь сыграть три ноля, а у тебя отличные шансы как-нибудь выиграть в итоге, потому что у белых рыхлая позиция. Но у нас теоретический разбор, поэтому конь C5. Чёрные создали угрозу 5 на E4, белые должны что-то с ней делать. У белых есть три основных хода. Из них один это слабый, очень слабый ход, который, тем не менее, явно напрашивается. Это F5. Ход плохой. Но здесь надо знать прооружение. То есть, строго единственная ладья D8, керц 2 и строго единственная конь D3. И тут чёрные выигрывают. Ну, не выигрывают, но, может, даже выигрывают близки к победе. То есть, если вас что-то смущает, опять же, конечно, эти варианты надо проверять с движком самим. Я скину PJN файл, но тут у белых реально колоссальные проблемы. То есть, скорее всего, они просто балансируют на грани поражения в этом варианте. С ним надо быть очень аккуратным. Поэтому F5 не работает. Как раз ввиду вот этого ответа. А два остальных хода заслуживают внимания. В первую очередь, конечно, внимания заслуживает слой E3. Наверное, мы его оставим на потом. А сейчас посмотрим С1-C4. Ну, всё равно хочет в ладью поставить. Ну, D8? Ну, да. А на ферзь E2? На ферзь E2? На ферзь E2 пойти как-нибудь... Жёстко. Ну, как-нибудь, не знаю, как-нибудь ферзь B4? А, 2-0 и всё, да? Не хотел в ладья, а в ладья B4 ещё. А здесь в ладья D4? Да. Может быть. Значит, не 2-0. Значит, всё-таки F5. F5, да? Да. Ну, срыва ладья D4. FG. HG. А тогда ты без фигуры. Ну, и что? Вообще не смущает. Вообще не смущает. Ладья H4 ещё будет. Понятно, понятно. Ладно. Хочу твои атаки. Сам буду атаковать. Ну, взял. Акарадж 8. Не, ну тут ты, я думаю, уже видишь, что атакуют тебя. Взял. Сейчас скажи, в чём. Кем? Взял конём на E4. Если честно, извини, мне кажется, что у чёрных полная доска проблем. Репозиции. Ну, давай продолжим хорошо. В качестве такого небольшого отвлечения. Серьёзных вариантов. В целом твоя игра-то идейная, на самом деле. Но, видимо, не проходит. А чё грозит? Ну, ничего не грозит, страшно. Ну, ферзь в 8 грозит. Ну, это же не угроза. Почему? Ну, потому что ферзь на B4, нет? Нет, там я в конце такую ладью забил. Побили на... На C3. Ну, я тут уже всё. Ну, я ферзь в 7 хотел. Ну, я возьму на F8, возьму на D4. А, без ладей, да? Без фигуры. Ну, я могу просто ладью взять тоже вариант. Ну, ладно, поехали дальше. В общем, да, это любопытный вариант. И, я думаю, это позволяет, как бы, судить о динамических возможностях позиции за обе стороны. Но это не проходит. То, что проходит, это вместо ладья D8... То есть, ладья... Да, вместо ладья D8 ферзь B4. С той же идеей, что Кривилл предлагал, но разница в том, что тут на C4 не защищено. Понимаешь? Но ферзь на едва не стоит. Да, то есть, белые все равно, видимо, должны играть ферзь Е2, иначе у них плохо. И тут вот очень неожиданный... Очень неожиданный ресурс находится, слон H5. Отличение? Да. Если ферзь продолжает цепляться за этого слона, ферзь F1, то после... Стоп, а что же Е4? После конь Е4 проблемы. Если ферзь H5, ну, давай же по порядку, то у ферзь C4 и белого короля будут бить сейчас. Возможно, ногами после конь D3. Или какой-то контрагрой. И вообще, позиция выглядит так, что белые... Чуть ли не проигрывают. Так же G4 уже нет. Но у белых есть крайне неожиданный и сильный ресурс G4. Кажется, что это ничего не меняет. На слон G4, ферзь G4, ферзь C4. Правильно? Такое же избиение. Ну, вместо ферзь C4 у белых есть промежуток слон бьет F7. И после короля F7 ферзь G4. Однако, даже тут, даже тут, с потерей темпа, все равно после ферзь C4 это позиция в пользу черных. Кажется, что король черных больше в беде, но на самом деле конь D3 страшная гроза, и потом слон развивается, и белый испытывает большие проблемы. Еще не стоит забывать, что у белых всего лишь одна лишняя пешка. Причем сдвоенная. А их короля сейчас будут бить. То есть... Ну как играть? Может ферзей как-нибудь поменять? А как? Ну как-нибудь. Ну не дадут же. Тоже конь D3, слон C5. Ну да, согласен. В общем, да. Белый король очень слаб. Однако, конечно, варианты головоломные. То есть слон C4, сходом слон C4, надо быть аккуратным. Ну и сейчас мы приступаем к явно с большим запасом самому главному тут ходу за белых после конца 5, это ход слон E3. Ну взяли на B2. Приходится обратно на B2, и тут выясняется идея белых, это конь B5. И начинается просто форменный мордобой. То есть, то, что сейчас будет происходить, я серьезно с человеческой точки зрения комментировать, конечно, не могу. Это в основном единственные ходы. Черные должны, обязаны начать с хода ферзь B4. Тут у белых выбор. Белые могут пойти слон D2. Выглядит очень опасно для черных. На самом деле, это не так страшно, как король F1. Пишка же зевается. Поэтому там конь C7 придет. Поэтому начнем с слон D2. Ну ферзь под боем надо брать на E4 и конь C7. Ну, если вы не знаете эту позицию, ваш соперник не знает эту позицию, то я даже не знаю, что тут можно посоветовать. Эти варианты надо... Надо или обладать просто шикарным позиционным зрением, или знать эти варианты, или есть третий момент, который более реалистичен. Просто надо знать эти варианты лучше, чем ваш соперник. И скорее всего, вы будете в них ориентироваться дольше на протяжении большего количества ходов. И больше шансов, что ваш соперник ошибется раньше. Вот как бы ты здесь отступил королем? Куда? На E7. На E7 выглядит лучше. На самом деле, ход король E7 проигрывает. Я даже ввел этот вариант для интереса. Король E7. Сейчас ты увидишь сравнение. Конь А8. Конь D3. Король F1. Ферзь D4. Это все лучшие ходы. Слон E1. Ферзь F4. Слон F3. И в другом варианте, с королем на D7, сейчас вышел бы слон на B4. А так, слон заморован, и у белых тут лучше. Это выглядит абсолютно неочевидно, но у белых действительно лучше. Поэтому я, ну, так скажем, бегущей строкой укажу все-таки вариант, который... Как здесь надо играть черными. Надо играть король D7. Ну, конь, как ни странно, у белых нет хорошего... Ну, действительно хорошего отступления слоном. Слона 4 поля. Что-что? У слона, говорит, 4 поля. Почему? Раз, два, три, четыре, пять. Хорошо, пять. Но ход слона 5 заслуживает внимания, и там, получается, головоломные варианты, и я уверен, тебе понравится. Слона... Компьютер... Компьютер не нравится ход слона 5, но я все-таки ввел, и на какой-то глубине он начал передумывать уже. Слона 5. Ну, конь D3. Кажется, что черный проигрывает. Конь D3. Ферзь D3. Ферзь D3. И тут на слону D3 простоил ладья А5, и конь запутался, правильно? Ну. Черный с лишней фигурой. Но, оказывается, белые могут сыграть конь А8. Игнорирую этого ферзя. Почему? Потому что, оказывается, что довольно неожиданно, а белый получается сильная атака. И то, что, опять же, дальше идут практически единственные ходы. Ферзь E4. Взять до 1 шаг. Король E7. Кажется, что атака подошла к концу. Ну, ничего страшного не происходит. На слону D8 есть простой ход король E6. На конце 7 король просто бежит дальше. Это выглядит очень забавно, но черные здесь выиграют. Причем совсем выиграют. Лишний ферзь сказывается. G4 не страшно из-за простого короля F4. Согласитесь, варианты выглядят немножко опасно, да? Много фигур на доске. Ну и король на F4. Но черные держатся. И черные не просто держатся, а выиграют. Поэтому белые здесь должны проигнорировать все эти немедленные угрозы, если делать очень сильный ход 2-0. После чего черные бьют слона. И, опять же, на слону D8 король бежит через F5 на G4 и спасает. Ну, F5 надо пойти. F5 нельзя пойти, потому что... Ну, твоя идея, понятно, на слону F5 слону D8, да? Или какая твоя идея? На что, на слону F5? Ну, я возьму F5, да. Ну, мы отрезали, короля забрали эти поля. Да, толку-то. Что делать? На слону D8? На самом деле, ты... На слону D8 не работает, но ты отчасти, потому что... Кракароль на E5 убегает. Ну, и ферзя? Так он убегает. А у меня три лишние... Две лишние пешки. Что, никакой тактики нет? Ничего нет. Вот поверь мне, я эти варианты долго ковырял, действительно ничего нет. И с компьютером, и по-всякому. На самом деле, ход F5 не такой плохой, но в итоге все сведется к тому же самому. То есть, проще начать слону B4, шах. C5. Слон C5. C5 надо, чтобы слон... Ну, и C5 висел с шахом. Я понимаю, что эти варианты, конечно, могут кого-то отпугнуть, но... Такое бывает. Бывает нечасто, но бывает. К тому же, они выглядят интересно. Ну, не каждый день такую позицию увидишь. Король E6, F5. Слон F5. Конь C7. Король E5. Слон D4. Король E4. И вот тут вот... Вот это очень смешная позиция. Компьютер утверждает, и я не смог его приведить, что здесь белым надо играть слон B6. Просто садеет... Зачем? Ну, садеет дэдшах на D4 в первую очередь. А. Компьютер считает, что... Чёрки должны всё это игнорировать и играть. H5. После чего на ладеет D4, просто король E5, и, видимо, ничего нет. Кроль убегает обратно через F6 на G6. Как в итоге прячется на H7. То есть идея хода H5 в основном в том, чтобы короля спрятать на H7. Не поверишь. Но, после этого белый играет конь B5. И здесь чёрных спасает. Ну, и даёт перерез чёрным. Строго единственный ход. Найди. Иначе можно ног не унести, на самом деле. Но грозит конь C3? Да, например. Конь C3. Ну, ещё много чего грозит. Ну, конь C3 в первую очередь, конечно. Что делать? Так, ну... Король E5. Король E5. Туда слон C7. Ой, нет, прошу прощения, не слон C7. Ладья F5. Взяли. А, подожди, врать нельзя. Там на D4, да? Да. На короле E5 не работает. Да. Работает один ход. Ну, сейчас отпинают. Надо чё-то скинуть. Слон H3. А, нет, Слон H3, бесполезно концентрой. Может быть, Слон... Слон D4? Где D4, ладья F4. Ты слона отдала, атака такая же сильная. Ну, ферзя скинуть, там... Кузовик был ладью. Ферзи F1. Единственный ход, который держит позицию и даёт чёрным перевес. После ладья F1, слон E6... Ну, ферзи F1 нужны, конечно, остальные нервы, чтобы так сыграть. И после ладья F1, слон E6, или король F1, слон E6... В общем, чёрный здесь перевес. С лишней пешкой. Потому что с одной ладья белый мат не дают. Ну, на самом деле, это уже видно, что белый мат не дают. Минус 0,5 движок показывает. В общем, если кто-нибудь сможет это исполнить за доской, конечно, я... Весьма большое уважение выиграю этому человеку. Потому что довольно забавный вариант. Но опять же, как бы, у белых шансов ошибиться ещё больше, чем у чёрных, правильно? Ну, согласен. И с теоретической точки зрения у нас всё нормально. Мы держимся. Это самое главное. Опять же, я не уверен, что каким-нибудь там чудесным ходом белые не выиграют, но... Такова участь всех острых вариантов. То же самое, например, в том же найдах и происходит. Ну вот. Это мы разобрали ход вот в этой позиции, слон бьёт опять шаг. А основной это ход... Ну, я бы его выделил как основной, потому что, на самом деле, это, видимо, до меня никто не анализирует. Это ход коня 8. Но здесь, на самом деле, всё отчасти проще, а с другой стороны, здесь нет именно форсированных вариантов. Здесь чёрные играют на компенсацию за ладью целую. У чёрных пешка за ладью. Но в этом варианте атакуют именно они, причём атакуют очень сильно. Конь d3, король f1, ферзь d4. Грозит мат. Защаться очень неудобно, потому что если взять, то... Тут, видимо... Привет. Да, привет, это мягко сказано. Или можно через шаг начать. И потом, сон c5. И ферзь g6. А, нет, не ферзь, аж 5, наверное, так. В общем, это явно ужасно. Вот как-то давать пешка, аж мат. Да, и к это действительно ужасная позиция у белых. Всё понял, ставим славянку, ждём это варианты, да, мат? Ну да, это через миллион лет дождёмся. Поэтому белых здесь держат единственный хвост лун е1. Просто защищаясь от мата. Ферзь f4 и слон f3. И помнишь, вот тот вариант с королем на е7? Ну. Вот тут сказывается разница. Черный гайд слун b4. Знаешь, что в основной идее хвост лун b4? В чём? Съесть коня. А-а-а. Если черный съедят коня, у них будет не хватать всего лишь качества за две пешки. То есть материальное равенство. А атака будет всё равно очень сильная. Поэтому белые должны спасать коня, конь b6, король c7, слон g3, ферзь d4. И ферзь на d4 просто злей. Е6 шаг особо ничего не даёт из-за король b6. И у чёрных здесь лучше. Может быть выиграна. Ну как вариант? Симпатичный. Хорошо. Это мы разобрали ответ в этой позиции, ключевой позиции. Кстати, ты примерно помнишь, как это получилось вообще? Мне интересно. Вот из этой позиции. Вот попробуй рассказать, сейчас остановить. Ладно, не буду тебя мучить. Всё началось с хода d2. Ну да, это я помню. Мы же всё остальное отсекли. Слон e3. Ферзь b2. Конь b5. Всё началось. Ферзь b4. И тут мы, ну, более-менее целиком разобрали ход слон d2. Однако, есть более опасный для чёрных ход, ход король f1. Почему именно король f1 и не 2-0? А. Потому что тот вариант, там очень много форсированной игры, но чёрные везде держатся. А вот тут, вот у меня, как бы, тут немножко игра успокаивается, но чёрный всё равно плохой король. То есть, надо играть ладья d8, уже спасать ладью из-под этой вилки. Угу. Прямой атаки не прошло, и кажется, что всё зависло, но у белых есть очень красивый ресурс, коль c7, король e7, и тут неожиданно конь d5. Почему неожиданно? Ну, как бы, коня под бой поставили. cd, ed. И такие пешки меня немного смущают лично. А, и кстати, я должен привести очень важный вариант. Чем, Кирилл, чем-то напоминает сложную тактику, которую мы вчера решали. Помнишь, со всякими промжуточными ходами? Вот, например, ладья b1 в этой позиции. А, ну да-да-да. И вот тут вот чёрные держатся с помощью вот такого варианта. Ферзь e4. Слон c5. Король d7. Ладья b7. Вообще выглядит, что чёрные сейчас получат мат. Я думал, он там где-то d5, d4 будет, чтобы держать этот бассейн. Не, ну, пока король c6. И это, на самом деле, вилка, обрати внимание. Это вилка на две фигуры. Но у белых есть ход ферзь b3. Если взять, то мат. Тут уже беда. Но у чёрных есть спасающих размен ферзей. А, да, слон. Ферзь b1. Ферзь b4, слон f3. Ферзь c1. Ферзь b1 нельзя, потому что там два удара же. Ферзь c1. Так и на c5 то что зависает? То есть где? Тут ферзь b1. Ну да, да. Ну взяли. Что за веса? Ну побил, слонал. Ага. Ну, выглядит не очень за чёрный. Так, например. Что-то, если у нас 8, там взяли, да? Согласен вообще. Интересно, подожди, надо подумать тогда. Ферзь b1. Любопытно. Надо брать, конечно, взяли. Так же двойной, да. Ну согласен, но тут у белых получше чуть-чуть. И ладиан c1 идёт. Ну согласен, ты неплохой ход предложил. Тут чёрный мат не получают хотя бы. Просто, как интерна линия, как это обычно бывает, сильнее. Это примерно то же самое, только ты по пути ещё одну пешку прихватываешь. Ферзь f4, слон f3, ферзь c1, король e2, и тут ферзь c2. И обратите внимание, что это всё ещё вилка. И кажется, что чёрный просто выигрывает. Но у белых находится ход слон e7. После чего наиболее вероятный исход партии от ничья. Хотя компьютер пишет минусы. Небольшие минусы пишут. 0,5. Ну всё-таки лишняя пешка, но позиция, скорее всего, удержится. А твой ферзь b1 тоже любопытно проверить. Да, ферзь b1 это вторая линия, но тут уже одна пешка в пользу белых. Именно вот в этом варианте, да. Шах и король e2. Я просто читер. Ну да, но тем не менее. В общем, любопытные варианты. Чёрные так или иначе держатся. После ладья b1. Сложнее дела обстоят в этой позиции после хода cd, ed. Белые просто упывают на позиционную компенсацию за фигуру. Пешки очень страшны. Знаешь, если не было бы ещё на f7, тогда бы они были вообще очень страшны. Ну да. В общем, на самом деле, движок тут довольно радостно всё это оценивает за чёрных. Он пишет нули везде. Ну, на самом деле, с человеческой точки зрения, я предлагаю сделать один из двух ходов. Слон f5, включая ферзя в оборону в кучу вариантов. То есть слон возвращается... Слона прошу прощения, не ферзя, слона. Слон возвращается на d7. Есть ещё второй ход b6, который дополнительно опору коню c5 обеспечивает. Я думаю, что если чёрные держат какие-то ходы, то вот один из этих двух. Ну, скорее всего, в основном f5 держат. Я не нашёл дры в своём анализе. Тут много ходов. В этой позиции очень тяжело разобраться. Ну, основная идея такая. На ладья c1 чёрные просто придерживают этого коня. И белым немножко тяжело добиться прогресса, потому что у них тоже ладья и король... Ну, они немножко не там, где надо стоят, прямо скажем. А самый опасный для чёрных вариант такой. Взяли-взяли. d6, король e8, дc1, ферз b4, слон b5. И вот тут сказывается плюс хода слона f5. Слон бы завернулся в оборону. Слон d7, ладья d7, ладья c8, ладья d8. Кажется, чёрные отбились, но ферз c1. Довременно защищая пешку на f4 и создавая угрозы матов в три хода. К счастью, чёрные тут вот ровно ход в ход успевают вырубить основное жало атаки белых, слон d6. После e2, ферз d6. Вообще, по виду позиция выглядит уже сильно в пользу чёрных, да? Часто поменять. Кажется, король убежит в рокировку и всё хорошо, да? Ну. На самом деле, я тоже так думал. И я это смотрел с движком, и я видел оценку 0-0-0. Я не мог понять почему. Ну, как только компьютер показал ход король в два, я сразу прозрел. Дело в том, что рокировку чёрные сделать не могут. Почему? Потому что пробили, пробили. И... Так, стоп, почему? Да могут. Нет, не могут. А, ладья d1? Ладья d1, ладья c8 хотя бы. Или ферз b6. Не, в позиции после рокировки у чёрных выиграно. Но рокировку они сделать не могут. Так был ход уже к королям? Да. Король ходил. Миллиард раз. На самом деле, не миллиард, а всего лишь король e7, король e8. Но этого достаточно. И поэтому рокировку сделать нельзя. На самом деле, тут именно чёрные должны быть аккуратными. Вот представь, король на g8, ладья на f8. Чёрная просто выиграна, но не получается. И чёрные вынуждены давать вечный шаг, потому что иначе сейчас ладьян и один придёт, и будет беда. Чёрные дают вечный шаг, кстати, очень забавный. Король g3. Ферз d3. Но если король f2, то обратно. А если король g4, то сюда. И вернулись. Но кажется, что белые могут уйти от вечного шага путём короля h4. На самом деле, это ошибка. Потому что тут используется мой любимый приём. У меня есть ферзи? Неожиданно, вот это шаг. Ферзи меняются, и чёрные близко к выигранному владению. Поэтому белые должны ходить королём туда-сюда, и получается ничья. По-моему, это очень забавный вариант, если честно. И на нём рассмотрение хода слон e2, одного из самых опасных, и хода, который вызвал у меня очень много затруднений. Мне кажется, что вот этот вариант ферзь b6, f4, e5, два восклицательных знака, держат позицию. Я не уверен, я не могу обещать этого, мне кажется, что держат. Кэрил, ты будешь заниматься анализом этой позиции когда-нибудь? Когда-нибудь, да. Хорошо. Когда-нибудь обязательно. А теперь мы приступаем к тому, что является самым популярным ходом в этой позиции за белых. Это не ход слон e2, это ход слон e3. С приличным запасом. С пёсом запасом. Да. С слон e3. То есть мы посмотрели ходы ферзь b3, ферзь b3 слабый ход, там e5 у чёрных перерез. С слон e2, после чего находится ферзь b6, f4, e5, головоломное осложнение, вроде чёрные держатся, а в некоторых вариантах опасно контратакуют. Теперь самый популярный ход слон e3. Дело в том, что опять, чёрные, которые не хотят учить тонны анализов, которые никем кроме меня не проверены, никогда. Они могут здесь сыграть е6, слон e7, 2-0, f6, слон f7, e5. Спокойная игра, чёрных либо чуть хуже, либо постепенно они уравнивают. Но это поясновато, и к тому же я опять, опять не могу найти конкретных проблем вот со своей такой довольно оригинальной идеей. e5, e5 этот ход тоже встречался, на самом деле он достаточно давно был забракован. Кстати, вот это меня натолкнуло на одну мысль, на один момент, про который я забыл сказать. В предыдущем варианте слон e2, почему же мы не делаем идейный ход e5, вот как ты думаешь? Потому что король успевает убежать. На самом деле всё проще. Здесь после e5, d, e, конь e5, f4, ферзь d1, король d1, белые понимают слона в следующем ходу. Именно для этого слон e2 играют. Вообще с этой идеей надо считаться. Потому что если белые просто играют слон e3, вот эти позиции, они всегда отличные для чёрных, всегда. То есть можно пойти так, можно просто какую-то гамбитную игру пойти. Если я не ошибаюсь, мы даже играли это в одном из наших комбо-блицушек с мастерами. Вот такая позиция была, и он здесь, кажется, 2-0 сыграл, или слон c5. Не помнишь такую позицию? Да, помню. Это, кажется, было не то мексиканец, не то итальянец. На тактике ты там выиграл. И в итоге там ладья а6 был период, я ещё восхищался им. Ты не помнишь? Помню, помню, помню. Как ты мог такое забыть? Я ещё говорил, что это деревище редко сомнение. Хорошо. Ага, ну. Я в тебе не сомневался. Ну вот, основной ход слон e3. Тут e5 возможно. После DE кунь e5, в длинных теоретических вариантах, после f4, считается, что у белых там получше. Поэтому я подготовил усиление. Это тоже новинка. Все играли кунь e5. Я не буду нажимать референс снова, потому что это опять подвесит всю систему. Но так никто не играл. А, на самом деле я нажимал референс прямо до записи этого ролика. 13 раз было сыграно конь e5 на практике, в том числе и гроссмейстерами. И 2 раза слон c5 с печальными результатами. Я подготовил идею слон b4. Этот вариант, как вы понимаете, тоже абсолютно не проверен. Он нуждается в серьёзном анализе, в серьёзном исследовании. Я поанализировал, я, наверное, суммарно часа 3 потратил на этот вариант. Но этого мало, конечно. Когда один человек смотрит вариант на протяжении 3 часов, гарантии никакой нет. Но какие-то намётки, тем не менее, уже есть. И вариант выглядит очень интересным. Дело в том, что структура, она, я не устаю повторять, она очень хороша для чёрных. Если чёрные безнаказанно, не попадая под f4 и прочую неприятную динамику, заберут на e5, рокируют, сыграют f6, слон f7, они будут просто стоять лучше. За счёт слабостей на b2, на b4, на a4, чёрные поля прослаблены вот эти все. Стратегически у чёрных очень хорошо. Проблема в том, что могут начаться трудности с динамикой. Компьютеры считают, что единственный ход, после которого белые могут на что-то претендерировать, это простой ход слон e2. Я проверил h4 в стиле Кирилла, это не так глупо, как может показаться, но чёрные просто холодно отвечают h6, h5 слон h7. И, по сути, ничего не изменилось. Белые продвинули пешку на h5, захватили пространство на колецком фланге, но атаки здесь явно не получится, а пункты ослаблены. Например, вот этот пункт, помимо всего прочего. Поэтому, если же белые так сыграли, наверное, играть e6, fe, ферзь b3. Ну и тут, после ферзь e7, я, наверное, предпочёл бы позицию чёрных. Мне кажется, что эти слабости в лагере белых, они скажутся рано или поздно. На слон c4 есть простой ход кунь c5. То есть, с пешкой проблем нет. Кроме того, на слон c4 можно даже e5 ответить. Обратите внимание на то, что пешка на c6 расположена очень хорошо. Во всех вариантах она отнимает поля b5 и поля d5. Ну, это типичная история для славянки. Поэтому h4 не очень опасно, а в слоне e2 опасно и даже очень. Дело в том, что кунь e5 здесь брать нельзя. По причине, опять же, f4 слон ловится. Обратите внимание, что слон на e2 таким вот хитрым образом отнял у слона последнюю клетку h5. То есть, когда мы заберём на e5, будет сыграно f4 и понимается слон. Ну и вот тут вот я практически даже без помощи компьютера, на самом деле, придумал вот такую вот идею. Она встречается в разных дебютах, в том числе и в королевском гамбите в мандарном биноне. И вообще, Кирилл, мне кажется, что то, что мы сегодня разбираем, в чем-то в некоторых местах напоминает королевские гамбиты. Не находишь? Ну вот, в паре вариантов. Ну да. Я рекомендую за чёрный неожиданный ход ферзер f4. Мат ставится. Идея очень интересная, как тактическая, так и позиционная. Первый ход, который хочется в этой позиции сделать человеку, это ход слон f2. Я же 3 хотел сделать. Ну хорошо, ж3 мы тем более будем. Ж3 самый опасный ход, мы его будем смотреть. Это будет самый последний под вариант под варианта в нашем ролике за сегодня. Осталось буквально, я думаю, минут 10. Но начнём мы всё-таки со слона f2. В чём идея? Ферзь должен отступать, он отступает на e7. Почему мы не сыграли ферзь e7 сразу, как ты думаешь? Ферзь e7 сразу? Разница в том, что мы заманили слона с e3 на f2, в чём разница? Вот конкретно, в конкретных вариантах. Ну так он не идёт на h4, обратно. Кто? Ну, ферзь. Была такая позиция, мы могли сыграть ферзь e7. Ну? Мы сыграли вот так. Ну, от лица слона, диагональ h6. На самом деле идея такая. Чёрный хотел взять на e5 ферзём. Теперь объясняю, что происходит, если мы играем ферзь e7 и белые делают ход 2 нога. Мы не можем брать на e5 ферзём. Почему? Потому что мы получаем f4. А, опять слон ловится. И слон ловится. Теперь представь вот эту позицию. Не представь, а посмотри на вот эту позицию. Ну да, теперь мы можем играть, потому что она f4 взлесает. На e5, f4, чёрного смело берут на f4. И ни один из отскоков, словом, не проходит, явно. Чёрного выиграла. Поэтому... Это, по-моему, очень тонкий нюанс. Я очень доволен, что я это нашёл. Ну вот. Поэтому после ферзи e7, если белые просто отдадут на e5, они, конечно, не обязаны ещё отдавать на f4, но преимущества у них здесь не будет. Сложно. Потому что на f4, можно по f6, если слон прячется на f7, никаких проблем. Там ещё 3, надо смотреть ход с динамикой. В общем, проблем нет. Так, посмотри на f4, слон f2, ферзи e7. Белые могут поцепляться за пешку путём f4. Но, как нетрудно заметить, этот ход прослабляет другую пешку на e4. Тут, возможно, просто взять на e4. Ну, не исключено, что после два ноля у белых есть небольшой переезд, поэтому я всё-таки рекомендую играть конь c5. И в динамике e5 не срастается из-за конь e3, если не ошибаюсь, или ферзи e5. Куни e4, по-моему. Не срастается. Да. На f4 взяли солнце 3, кажется. Ладно, в общем, я прошу прощения, два часа записывал ролик, я уже не до конца играл в своих оценках. Поэтому просто спрошу, что весь компьютер пишет. Так, у них e4, действительно, жертва фигуры. И у чёрных неплохая позиция. Компенсация. Потому что тут ещё ладян d8 в промежутке подключается. У белых, может быть, тоже не так плохо, но мне нравится позиция чёрных. Король белых плохой, на f1 ладян с h1 не выходит. В общем, я достаточно доволен. Достаточно доволен. Да. Ну, а если белый играет спокойно 2-0, то просто взяли. Взяли, взяли. Ферз d4, слон спокойно прячется на защищённую клетку d5. Тут никого перевёз ладян. Мне эта позиция больше нравится за чёрных. Потому что эти слоны в перспективе будут разрезать королевский фланг. Пешки-то уже ушли очень далеко. Слоны d5 ты не сгонишь. Это тоже дыры. Компьютер считает, что объективно это равенство, но мне нравится позиция чёрных. Ну, возможно, потому что я играю в славянку. Ну да, когда я вообще пишу нули, но мне нравится позиция чёрных. Ну вот. Ж3. Да. Осталось последний под вариант под варианта. Афигдаш, возможно, самый опасный для всего нашего репертуара вообще. Не только в данном вот видео, а вообще из всего этого цикла, который будет записан. Пожалуй, самый опасный вариант. Ж3. Он... Я не до конца уверен в том, что здесь чёрные держатся, но это было слишком заманчиво. Мне совершенно не хочется играть вот там конь Е5 и удерживать кучу позицию. Тут начинается перебой. Ферза штрих. Дело в том, что чёрные создали угрозу. Попробуй назвать какую угрозу. Ферзи 2. Да, она довольно очевидна. Ферзи 2, и в итоге мы съедаем на H2. Поэтому белые должны ответить так, чтобы на ферзи 2 иметь ход 3 0, защищая ладью. Для этого надо убрать ферзя. Но просто убрать ферзя не хочется, потому что чёрные могут всегда взять на Е5. И с ферзём на H3 тут эта динамика с F4 и E5 не сработала. Потому что слон уйдёт на H5. Ферзь H3 защищает пуля H5. Это очень важный нюанс. Поэтому единственный ход за белых, который реально борется здесь за перевес, это ферзь D4. В центре доски выглядит немножко нагло, но вроде у белых тут всё неплохо. 2 0. Обратите внимание, что ферзь H3 защищает пуля D7. У белых личная пешка, её сразу не отыграешь. С другой стороны, король плохой, в рокировку он не уходит. В длинной рокировке ему небезопасно. И чёрные в перспективе могут отыграть эту пешку, уж она слабенькая на Е5. И очень много динамики. Если вы получите эту позицию с доской, ваш соперник явно будет не готов к тому, что здесь происходит. Компьютер поначалу здесь пишет плюс 0,5. Но я довольно долго мучил эту позицию. В итоге, мне кажется, что я нашёл всё-таки способ здесь получить контр-игру. Белым надо играть 3 0. Это единственный способ, за что это бороться. Я прошу прощения, что я не указываю здесь все боковые ответвления, потому что это уже 17-й ход в варианте, который никто никогда не играл. То есть, вся теория здесь состоит из моих анализов. Это реально никто никогда не видел и не слышал об этом. То есть, ну я не могу разбирать все ходы, вроде король F2 и так далее. Я показываю... Король F2, кстати, вообще не работает за слон C5 и E5 падает. Видимо, от 3 0 действительно чуть ли не единственный ход. Конь C5. Ну, чёрные создали достаточно, я должен сказать, очевидную грозу выигрыша Ферзя. У белых два способа защититься. Один из них явно сильнее, чем другой. Ход король F1 намного сильнее, чем Ферзь C4. Попробую показать, чем плохо Ферзь C4. Кроль F8? Ты б так сыграл бы. Ты б сыграл бы Кроль F8, Кирилл. Ну, слава хочется снять. Ты не сыграл бы Кроль F8, а во-вторых, это отдаёт коня на C5. Ну, же... Ну... ВБ5. Ну, ты мог сыграть В5. Но ты есть ещё один ход, тоже в твоём стиле. Это ход КН4. Ну... А! И на КН4 и В5. В5. И вроде у белых много материала, но тут уже, по-моему, белым надо спасаться. Потому что начнут короля разрывать сейчас. Ты видишь, слишком много открытых... Линия B открыта, и это беда для белых. А у них тут на корольском фланге две лишние пешки, но это не в радость. Потому что сейчас Ладьяна В8 придёт, и очень плохой король. Мне кажется, в Блиц эта позиция за белых просто не держится. Её невозможно удержать. А для классики оценка что-то здесь примерно равенства, если я не ошибаюсь. То есть он пишет сначала 0,5, но потом он подумает и уменьшит в итоге. Ну, в общем, я в эту позицию играл бы только чёрными. Потому что король белый слишком плохой. А двух пешек лишних на королевском фланге толку пока никакого. Ты со мной согласен? Согласен. Отлично. У меня есть один единомышленник. Поэтому ферс Т4 не очень сильный закон А4. А4 опаснее, да, чёрный ход король Б1. Ну, Ладьи подкатили. Да, и тут я долго думал и пришёл к выводу, что сильнейший ход здесь тихий ход Ладьяев на Е8. Сохраняя все угрозы. Белым не так легко сделать здесь следующий ход. Чёрные, возможно, хотят просто сделать форточку и пойти Ладьяна на Д8. Возможно, хотят пойти Конь Е6. Белым тяжело придумать вот реально следующий ход здесь. То есть, ну, как вот ты сыграл бы? Слоны бы развёл куда-нибудь. Какого? Чёрнокольник. Ну, он развитый уже плату. Ну, а куда ты его переставишь? Ну, не знаю, Солнце-1. Это развитие пересчетов. Ну, за счастье. Хорошая развитие. Ну, так тогда. Например, Ферже-2. Ферже-2, Ферзь... Уже 1. А... Ушёл. Ушёл. Точно собираешься стоять на же 1. Значит, если ты будешь стоять, я возьму Т1-3, возьму на А4. Вернулся на место. Ну, будет ничья. Но это точно, что-то просто... Ну, Солнце-1, но это явно плохой ход, но можно найти, что-то лучше. Сто процентов. Ну, давай движутся, пусть. Ну, вообще, я не очень понимаю даже смысл хода Солнце-1. Ну, на самом деле, видимо, ничего лучше найти нельзя, и Ферже-2 действительно неплохой ход, и я целый-ка равенствую. Хотя, как даже после Ферже-1, на самом деле, предлагает поменять Ферзей и взять на Е5. Ну, тоже равенствовал, на самом деле. Слушай, Солнце-1, какой неожиданно интересный ход оказался. Ну, я смотрел на другую позицию, я не видел хода Солнце-1, я до сих пор не очень понимаю, в чём его смысл. Ну, видимо, просто пропустить ход. Освобождаешь поле. Ну, Е3, что ли? Ну, может быть. В общем, мне казалось, принципиальным ходом Ферзей-4, попадая на коня. Тут король уже стоит лучше, чем он стоял, и ладья на Е8 абсолютно никакой пользы человеку не приносит, поэтому конь А4 не так сильно, как раньше. Зато есть ход конь Д7 неожиданный. Просто с идеей взять конём на Е5. Белые никак не могут допустить того, чтобы у них потерялась эта важнейшая корневая пешка. Потому что, если, ну, представь, чёрный сейчас на Е5, у них просто лучше позиция. С запасом. Поэтому ход Ф4 практически единственный. И тут, мне очень нравится то, что сейчас делают чёрный, это взятие на Ц3, такое не очень логично, вроде за славого коня, дырём сильного слона. Но обратно Ц3 Ферзём нельзя за слон Е4, очевидно. Поэтому надо брать БЦ и Б5. Просто вскрываем линии. Что делать? АБ. АБ. Но АБ согласись, не очень приятно такой ход делать. ЦБ. И вот тут движок всё очень оптимистичен. Ферз Б3? Нет, Ферз Б3 нельзя, тогда на Е4 отвалится. Мм. Ферз Д4 единственный ход практически. Там ещё Ферз Д3 есть, но он, наверное, то же самое, только слабее. Тут я очень доволен следующим своим ходом, потому что движок его не видит, но если в него ввести, он прозревает. Ход конь Ф8. Ну, через Е6, да. Просто чёрный усиливает положение фигур. Обратите внимание, что слон оказывает очень сильное давление по диагонали РЖ6Б1. Пешка Е4, скажем так, каменный и не выглядит. На РЖ5, да. И вот так мой анализ и заканчивается. Слон Х5, Ферз Х5. И на мой взгляд, у чёрных очень хорошая компенсация за потерянную пешку. Движок постепенно, постепенно со мной соглашается. Я, на самом деле, доволен, что его переубедил. Если ему дать подумать, вот он уже начинает здесь писать, уже перестает давать белым перерез. Потому что чёрный в их планы входит постепенный разрыв ферзевого фланга, пешного прикрытия нет. Я в такую позицию играл чёрным. Ну, когда такой король, конечно. Ну, к тому же, нельзя забывать, что чёрных, может быть, в планах просто пойти ладя Д8, поменять ферзян Беллади, потом влезть ферзян на РЖ2 и форсировать вечный шаг. Об этом тоже забывать нельзя. То есть можно играть и на ничью, и на победу. Согласен. И на этом рассмотрение важнейшего варианта Конь Е5, который возникает после ходов Д4 и Конь Ф6. С4, С6, Конь Ф3, Д5. С3, ДС. А4, С5, здесь Конь Е5. Мне кажется, посмотрели всё, что можно было только посмотреть после моего репертуарного хода Конь Д7. Вкратце, я сейчас пробегусь по самой главной линии. Конь С4, Конь Б6. Конь Е5, А5. Фиксируем структуру. Ф3. Ну, этот самый опасный ход для чёрных. Конь Ф на Д7. Важно пойти сюда именно этим Конем. Взяли-взяли. С4, Е4, С4, Г6. Первый, два основных хода. Слон Е3 и С2. После С2 я рекомендую за чёрных. Либо новинку, либо крайне мало изученную идею. Фикс Б6, Ф4, Е5. Очень интересную. Я точно не смогу удержаться, если получу эту позицию за доской. И у чёрных, наверное, для этого достаточно контр-игра. На слон Е3 рекомендую тоже новинку, тоже моего производства. Е5, ДЕ, слон Б4, слон Е2. И тут крайне неожиданная идея. Фикс Б4. На слон Ф2, Фикс Б7, на Ж3, Фикс Б3. Мой задат, чёрные во всех вариантах сохраняют полноправную контр-игру. Что немаловажно, варианты мало изучены. И у вас есть большой шанс удивить своего соперника. Право на первых ходах. Даже если ваш соперник сместит с рейтингом сильно за 2600. Так или иначе, всем спасибо за внимание. Это был разбор вариантов у Е5 в слонской защите. Для вас работали Крилл Широков, Никита Петров. Оставайтесь с нами. До новых встреч.